Мы сегодня записываемся? Почему мы сегодня записываемся раньше на целый день? Хотя, не, обычно мы в четверг и записывались, да? В смысле, мы в четверг всегда записываемся? А, просто прошлый выпуск у нас вышел очень поздно. Такое ощущение, будто бы вчера его записывали. Ладно. Ну, получается, что ведь? Все равно. Мне кажется, что мы сегодня раньше, чем обычно записываемся. Почему мы сегодня раньше, чем обычно записываемся? Расскажем, может? Мы раньше, чем обычно записываемся, потому что мы с Лешей летим в маленькое путешествие. Мы с Лешей летим. Ну там, кроме мы с Лешей, есть еще два наших кореша. Да-да-да, то есть все, как это говорится... И летим мы из разных аэропортов. Ты не захотел приезжать в наш. Да, мы решили, что в честь того, что мы заканчиваем наш документальный фильм про Котлин, как вы, наверное, знаете, мы его снимаем. Вот. Мы решили устроить себе небольшой отпуск всей командой. Правда, соберется не вся команда, и фильм мы не закончили, но... Но отпуск уже как бы запланирован. Да, но отпуск был запланирован. Поэтому придется... Так что будем в стрессе. Будем в стрессе. Придется в стрессе отдыхать. Я с собой ноутбук не беру, понятно? А я беру. А ты берешь? Конечно. Зачем? Ты вообще себя уважаешь хоть? На сериал, откуда я буду смотреть. Сериалы и с головой ночью, когда спать будешь. Какие сериалы? Нет уж. Там пацаны и вышли. Пацаны, я тебе расскажу без ноутбука. Я тебе расскажу, что там было. Зачем оно тебе? Не надо оно тебе. Тем более, у тебя свои пацаны будут все эти пять-четыре замечательных дня. Зачем тебе смотреть еще эти бойсы? Ну да. Будет свой бой. Бой. Ой, бой. В общем, в общем, в общем, мы мы сегодня записываемся. И как раз сегодня перед записью я обнаружил, что у меня в Google Docs появился Gemini. Представляешь? Это на платном аккаунте, да? А я вот не знаю, потому что написано Gemini Alpha. То есть это, видимо, альфа-тестирование. Но у меня платный аккаунт пока что, да. Скорее всего, я его отменю, потому что уже смысла нет. Еще не расскажем, почему. У меня... Кстати, это вот стандартный тейк. Я думаю, наши постоянные слушатели замечают, что Леша постоянно грозится отменить какие-нибудь подписки. Ну так я постоянно... С OpenAI уже раз пять слезал. С OpenAI ни разу не слезал. Я раз пять слезал. Я не знаю, как раз таки. И скопал это гитхабовского. Не надо мне тут навешивать. Вот. Кто внимательно за нашим лором следит, тот знает, что никуда Леша не слезет, а будет платить за все. Так я посмотрел на этот Gemini Alpha, ну, какое-то вообще, извините, ну, рожно. Ну, по-другому это не назовешь. Да что он потеряет? Да, блин, они взяли, просто впихнули в интерфейс, как знаешь, как в ADE-шках. Это чат и я, в котором можно сделать Refresh, Refine, Samarize. Ну, спасибо. А без вас мы не умели. Лучше бы таблицы в Google таблицах научился крутое делать. Ну, там наверняка в Google таблицах что-то есть, наверняка, я уверен. Но вот этот вот Ask Gemini Alpha как-то меня не впечатлил. Мне и так места не хватает на окошке, на окошке в Google доках тут еще что-то впихнули. Ну, у меня ничего такого нету. Я прямо сейчас смотрю на... А есть у тебя Help Me Write кнопка? Нет. Вот когда нажимаешь на текст, там такой карандашик со звездочкой, там Help Me Write. Нет, нету. А у меня есть. Давай вот я сейчас выделю наш замечательный сценарий, какой-нибудь вот самый разгон первый. Там написано, мне, Jimi не завезли в Google доке. Нажиму Help Me Write, и тут можно что сделать? Можно изменить тон на формальный, казуальный, можно засаморизировать. Давайте саморизируем это замечательное предложение. Давай, засаморизируем. Не работает, да? Да, но вывела ошибку, что язык пока что не поддерживается. Лоу! Русский язык не поддерживает. Выкатили альфа-версию. Ну, молодцы. Флаг вам в руки. Пойду отписываться после подкаста. Вот и весь Gemini. Чисто вообще, чисто... ни о чем. Ну, ладно. Кстати, я попробовал засаморизировать нашу единственную там англоязычную фразу в сценарии. То самое. И он мне сказал, unfortunately, I am able to generate a summary as there is no input text provided. В смысле? Я тебе целых пять слов на input подал. Ты что, пес? Ты что? Ужас. Да, таким образом придется возвращать рубрику ржом над гуглом скоро. Ну, по идее, да. Ну, ладно. Tone of Voice он изменил. Ну, такое. Ну, короче, альфа есть альфа. Ладно, не будем их сильно холить. Короче, вот такие у меня новости. Я как-то слово на ха заменил. Лучше, чем джиминай прям. Хаить. 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 Я думал, ты другое слово хочешь сказать. Нет. А что у тебя, Виктор? Собрал ли ты уже вещи в Турцию? Вещи я буду собирать сегодня, но у меня замечательная новость, Леша. Как ты помнишь, в прошлом выпуске мы с тобой на двоих пели Bring Me To Life с замечательной группой Evanescence. Так. Во-первых, некоторым нашим слушателям я обещал, что извинюсь перед Эмилией лично. Это вокалистка партии, которую я исполнял. Так что да, ребят, приношу. Дорогая Эмилия. Ее зовут Ева, правильно? Эмилия. А, Эмилия. Я думал, ее зовут Ева и фамилия Нашенс. Браун, да, у нее фамилия. Короче, Эмилии приношу официальные извинения. Это первая новость. Но оказалось, что приносить извинения не за что, потому что нам с последнего ролика сняли монетизацию за то, что мы использовали чужую песню. А это значит, что наш вокал вообще был идеальный. Просто так, что даже алгоритмы Гугла подумали. Я не буду тебе рассказывать, как это работает, чтобы расстраивать. Живи в этом неведении блаженном. Я всю жизнь так делаю. Мне нравится. Но так как нам сняли монетизацию, я сегодня петь не намерен. Я вот так тебе скажу. Леша, а наши замечательные подписчики и служители ждут этого момента? Да я не знаю, что петь. Я не готовился. У нас сегодня внезапная запись. Я не знаю, что петь. Внезапная запись каждый второй четверг, да? Да, да, да. Ну, мы сегодня с утра записываемся. Тебе нужно в коммунальные службы устроиться. Там тоже, когда снег выпадает, но всегда внезапно. Я не знаю, что петь. Что петь. От сердца что-нибудь. От сердца и почек дарю вам цветочек. Может, давай мы запишем весь подкаст и к концу что-нибудь вырисуется, и я там что-нибудь рожу. Какая мне разница потом нарезать, вставлять? Было бы здорово. Было бы здорово, Алексей. Ладно, тогда давай начинать. Ну, поехали, поехали. Come, my lady, come, come, my lady, human butterfly, chica, baby, come, my lady, come, come, my lady, human butterfly, sugar, baby, sexy, sexy, pretend to sing, fire snipe, your goat's, and I know, go and lie, cause love you, so keep you by side, sing true. Come, my lady, come, come, my lady, human butterfly, chica, baby. Один. Один. Всем привет-привет, с вами 36-й выпуск самого замечательного Кринша, я и подкаста, я уже по-другому не могу это называть, а я подкаст. И с вами их постоянная ведущая, его постоянная ведущая. Вот этот замечательный человек. Витя Шленченко, всем привет, привет. И вот этот неудавшийся Барт, Алексей Картынник. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Не знаю, Алексей, мне очень понравилось. Я старался, я старался. Все, следующий ход за тобой. Договорились. Ох, как мы сами себя закапываем, конечно, этой рубрикой. Слушай, нам к прошлому, к прошлому выпуску, где мы с тобой прям дуэтом пели, ну как дуэтом, ты считаешь, что ты пел, а я считаю, что мы дуэтом пели. Нам написали, что это дно. Но я считаю, что без кайфа делать подкаст неприкольно. Мы вначале кайфанули, а вайпер спасали. Слушай, кто-то написал, что это дно, а кто-то попросил нас записать полную версию трека, прошу заметить. Кстати, да. Я думаю, что вот как раз-таки мы вначале рассказывали, что мы поедем в Турцию, там-то мы ее, Виктор, с тобой запишем на фоне закона. Мы даже можем клип снять. Да, я, ты не пели контору, все равно, да, именно так. Именно, именно так. Ребят, ждите на канале, да, специальный клип, Эванессенс в нашем исполнении. Да, ну вообще мы тут не песни петь собрались, мы собрались рассказать вам про самые главные новости в Айяе за последние две недели. Сегодня, кстати говоря, новостей у нас кажется будто бы меньше, но их много, но мы не будем сегодня разбирать никакие конференции. Слава богу, эти две недели были спокойны, мы просто пробежимся по... Представляете, ребята, две недели без конференции. Ужас, меня уже ломать начинает. И у меня тоже есть лом. Просто надо свои конференции делать еще. С ручником. Короче, хочешь рассказать, про что мы сегодня будем рассказывать? Так. Чтобы забайтить. Смотри, прежде чем я расскажу, про что мы будем рассказывать, я хочу сказать большое спасибо людям, которые подписываются на мой LinkedIn и отставляют там комментарии по поводу нашего подкаста. Ты все продолжаешь в корыстных целях использовать? Да, я все хочу тысячу подписчиков, и там осталось совсем немножко, но знаешь, что мне написали? Мне написали, что наш подкаст лучший юмористическо-интеллектуальный подкаст. Вау, это классный комплимент. Спасибо вам большое. Поэтому обязательно подписывайтесь на Виктора в Инстаграме, это там приватные подписки, в LinkedIn, потому что вот чем более счастливый будет Виктор в этом подкасте, тем больше интеллектуала будет в этом подкасте, потому что если Витя не будет счастлив, то вы будете слышать мои кринж-каламбуры. А, кстати, знаешь, где я еще хочу тысячу подписчиков? Где? В нашем замечательном чате в Телеграме. Вау, а там, кстати, почти тысяча. Там практически, ну как, там не тысяча еще, но я думаю, после этого выпуска будет. Если вдруг кто-то нас слушает и не знает, что у нас есть отличный Телеграм-чат, называется он AIA-подкаст, как слышите, так пишите на английском, то обязательно залетайте. Большинство, большая часть, большая часть новостей, появляется в чате, поэтому если не терпится, можете приходить. А еще у нас там очень крутые разговоры, очень крутые ребята. Всегда можно обсудить актуалочку. Вот так вот. А сейчас небольшой тизер того, что вас ждет в ближайшие два часа. Начнем мы, как обычно, с рубрики «Большие рыбы», где расскажем и про антропиков, и про OpenAI-ев, и про NVIDIA, и даже про одного человека, который попал в рубрику «Большие рыбы» в этот раз, между прочим. И также про Мету, и, конечно же, про Runway ML. Потом вас ждет рубрика «Что еще?» с замечательными новостями, которые не влезли в «Большие рыбы», но, возможно, скоро будут там помещаться. Это уже как мы решим. Это как мы решим, да. Конечно же, вас ждет закон и порядок, наука и техника. Достаточно много сервисов и ссылок в этот раз. И даже немножко этики. Возможно, не так много, как обычно, но, тем не менее, она будет. Я так люблю, как у Вити работает саморизатор, вот этот вот быстрый бег, это прям отлично. Ну, практически все, что он назвал, всего не будет, так что продолжаем слушать. Но перед тем, как перейти к основному соку, к самым большим рыбам, и величайшей рыбе последних двух недель в виде человека, давай, Вить, мы расскажем, благодаря кому и чему мы делаем наш подкаст. Я бы сказал так, что благодаря лучшим людям на свете из сообщества NJX, а это не только лучшие люди на свете, но еще и мега-крутые инженеры, которые пропагандируют в массы чистый код и мега-мега-крутые солюшены. Поэтому на это сообщество точно стоит подписаться, потому что там вас ждут очень много крутых ивентов, в том числе конференции, не побоюсь этого слова, мирового уровня и абсолютно бесплатно. NJX, кстати, расшифровывается как Engineering Excellence, так-то, если вы не знали. Это инженеры перфекции, как на русский перевести Excellence? Лучшие, the best of the best, но это не... Короче, лучшие инженеры подписаны на NJX, и вы тоже подпишитесь. Я недавно прочитал статью, что вот это вот все, вот это вот дядюшки-бобные, типа вот это вот солиды, вот это вот все ерунда, никому не нужны. Так я вам скажу, что это все нужное, чтобы понять, зачем это нужно и куда это нужно. Вот вам прям надо с ребятами закорешить, а мы ваши провайдеры в мир NJX. Да. Я бы на самом деле, был бы я рекрутером, я бы проверял, подписан человек на NJX или нет, первым делом, а потом уже его резюме смотрел. Либо подписан он на NAYA подкаст или нет. Рекрутеры по умолчанию будут знать, что если NAYA подкаст подписан, значит, NJX тоже знает, что такое, правильно? Да, да, да. Я так считаю. Потому что NAYA подкаст подписан, и его слушают лучшие люди на свете, я тебе так скажу. Да. И NJX, так как они наши кореша, да, они очень классные люди, а значит, можно рассказать и про то, что они в паблик сейчас выставляют. А в паблик они выставляют очень интересные вещи. Давай, подхватывай, Виктор, подхватывай. Я думал, ты хочешь вдохнуть, чтобы в замечательный спич, сказать, окей. Ребят, наши партнеры NJX совместно, кстати, с нами, с NAYA Club, запускают курсы. Мы про них уже рассказывали в прошлом выпуске, но не грех повторить и в этом. Первый курс называется AI Support Software Engineering. Это база по LLM. Это база по тому, как применять GNI TUL в коде, как писать эффективный код. Поддерживаются четыре языка, JavaScript, Java, Python и C Sharp. На английском языке аж 7,5 часов. Именно того, как применять AI в программировании, в тестировании, в написании кода, в написании документации. Да, на куче реальных примеров. Курс платный. Мы договорились, чтобы первым 100 людям была скидка. Он стоит 40 баксов. Мне кажется, что там уже совсем мало места осталось, потому что мы в прошлом выпуске уже запромоутали, и там нормально. И там нормально набежало. Поэтому, если думали, то не думайте, а подписывайтесь. И второй курс. Или ты тоже хочешь рассказать про второй? Я хотел докинуть еще, что курсы AI Support Software Engineer, он же, ну, GenX сделал, GenX, а INGX, он как бы жиждется, точнее, работает в партнерстве с EPUM, а EPUM это здоровенная компания, у которой очень много опыта. И этот опыт будет проецироваться в самом курсе. Поэтому, ну, корпоративный, здоровенный корабль, который имеет очень большой опыт, весь этот опыт, через этот курс может вам показать. В общем-то, это не просто какой-то блогер с бородой, который будет вам рассказывать, как он там развернул у себя локально какую-нибудь фигню и встроил в себе приложение, а это вот именно целых два блогера. Целых два блогера, но с опытом за плечами в большущей сервисной компании. И второй курс от тех же ребят, собственно говоря, он уже чуть-чуть поменьше, всего на 4 часа, для тех, кто только входит в Prompt Engineering, скажем так, база общения с нейросетями, как составлять эффективные промпты и так далее и тому подобное, называется Prompt Engineering Foundation. Собственно говоря, в названии вся суть и сосредоточена. Тоже на английском языке и стоит тоже для первых 100 человек 10 баксов и тоже там мест на скидку осталось всего ничего. Да, и кстати, этот курс не то, чтобы прям супер-пупер айтишно-программерский, он подойдет и для начинающих ребят, которые более-менее нормально общаются с компьютером и хотят улыбиться в то, что такое Prompt Engineering, как писать качественные промпты. Не то, что писать качественные промпты, как вообще использовать LLM-ки эффективно в своей работе. Да, да. Так что, пожалуйста, если даже не хотите записываться, просто пройдите по ссылкам и ознакомьтесь с информацией. Вам это ничего не стоит, ничего не стоит абсолютно, а для нас будет приятно и нам это в плюсик, в карму добавится. Все. Наверное, про все рассказали. Есть у нас еще, кстати, каталог AI-ный, да, который все никак у меня руки не поднимутся обновить. пока что не обновлен. Но это ничего страшного. Если вы вдруг хотите закоммитить в Open Source, а наш каталог Open Source, то приходите на GitHub наш. Там уже есть одна ишуя с описанием добавления сервисов из 30-го эпизода. Я думаю, что за эти пару дней я добавлю иши для всех недостающих эпизодов. Это с 30-го по 36-й. И вы можете просто заимплементировать в наш каталог эти сервисы, добавить их туда и стать контрибьютором, потом ходить в резюме и хвастаться, что вы в Ая-подкаст законтрибьютили. Да, мы вам большой респект выразим. Да. Ну что, твои любимые рубрики? Моя любимая рубрика «Большие рыбы». Большие рыбы. И начинается «Большие рыбы» впервые в истории не с компанией, а с человека большой рыбы. Я бы даже не попаялся этого сказать «косатки мира и яй». Я бы сказал, если бы... Ну ладно, я хотел скаламбурить, но не получится сегодня. Надо сказать «мастодон», но «мастодон» это Евгений Рачко, а мы сегодня не про Евгения Рачко. Кто понял, тот понял. В общем, это самая настоящая «косатка», мега-белуга. «Косатка» это рыба, Леша, она в воде плавает. Что ты мне натирать начинаешь? Я говорю, «мастодон» это не рыба, ну ладно. А, «мастодон», да, «мастодон» не рыба. «Мастодон» это группа. Местерализованная соцсеть. Музыкальная группа это. Короче, не будем тянуть «косатку» за плавник. Это рыба Ильясу Цкебер. Да, тадам, тут надо включить какие-нибудь фанфары, потому что Ильюха наконец-то объявился, вышел на связь, парень. Ждали, сколько мы? Полгода ждали, больше. Вот с тех пор, как там это разбирательство с Open.EI было, когда непонятно, как там пытались уволить Сэма Альтмана, Ильюха так переживал, что он в это вписался, а потом он пропал. И мы делали ставки, и моя ставка не сыграла. Я думал, что Ильюха уйдет в DeepMind или в Anthropic. Мне казалось, что в Anthropic. Или, возможно, у меня было легкое предположение, что его большущими деньгами заманят к себе Apple. Но Ильюха не стал тянуть Сускевера за интригу и сделал совершенно все наоборот. Да, Ильюха теперь работает в собственной компании под названием SSI, которая расшифровывается как Safe Super Intelligence Incorporation. Ну, навернули прям знатно, да? Да. Короче, Илья будет заниматься в этой компании, ну, судя по названию, судя по тому, что написано на их лендосе, развитием, точнее, разработкой безопасного AI. Собственно, то, чем он занимался в OpenAI, то, на что им там бабок не давали, судя по слухам. И Илья сказал, когда уж уходил в Твиттере, что он уйдет заниматься своим любимым проектом, Илья сдержал слово. По крайней мере, так кажется. Пацан сказал, пацан сделал, как говорится. Чего уж там. Пока что информации там совсем мало, там есть лендос, ssi.inc, лендос, просто текстовая страница с парой абзацев, меня повеселило, что эту страницу делал один из учредителей компании, там их три, Илья Сускевер, Даниэл Гросс, Даниэл Леви. По-моему, Даниэл Гросс... Знает HTML. Вот я не помню, кто-то из них был или остается директором гитхаба или основателем, и вот этот чел пилил HTML страницу. Смешно. Там просто в новостях писали, типа, вот, крутой чувак, сделал им лендос, ты открываешь лендос, а там, ну, там ничего, там просто HTML, да. Но его сделал крутой чувак, так что... если, кстати, посмотреть на саму разметку, то она с ошибками. Но, блин, слушай, человек, да, то есть, мальчиковался. Наверное. Они даже стили в HTML включили, Виктор, кто так делает? Ужас. Видно, из вью вашего этого вышли, поганого. Без негатива, я люблю. Да, без негатива, Леша. Вообще, компания интересная собралась. Типа, вот этих три учредителя, Дэниел Гросс, это бывший глава разработки Яя в Эпле, Ехо Суцкевер, понятно, кто просто батя Яя, и Дэниел Леви, это инвестор. Причем, у Дэниела Гросса есть здоровенный дата-центр на кучу, просто на тысячи карточек H100, которые они сдают в аренду, и там, суммарно, у них на сайте, в дата-центрах называется Андромеда, суммарно, мощность стен 12 экзофлопсов, плюс денежки и способности привлекать денежки Дэниела Леви, кажется, будто бы компания должна выстрелить с такими людьми. выглядит так, но у тебя нет такого ощущения, что Safe, Super Intelligence Incorporation, это какая-то корпорация зла из мультика, типа Мегамозг. Вот, да, я когда прочитал название, я такой, блин, вот если бы Маск такую компанию основал, я бы вообще был ок. Ну да. Как-то слишком. Особенно учитывая эти тенденции названий, да? Как там уже в интернетах шутили, что OpenAI самая закрытая компания, стабильная самая нестабильная. Что, угадайте, что будет сейв с Super Intelligence Ну что ж, вот и появился наш дорогой SkyNet. Как говорится, давайте это отпразднуем, пока они еще маленькие. Все-таки я верю в то, что Илья не совсем обиделся на весь мир и попробует компанию в правильное русло пустить. Компания, кстати, намеренно интернациональная. Они прям подчеркивали, что у нас есть офисы как в Пол-Альто, так и в Тель-Авиве. Соответственно, мы на двух континентах. И мне показалось, что это был намек как раз-таки на то, что если сейчас государство влезет в нас регулировать, то у нас есть пути отхода. Возможно, возможно. Ну, еще же и incorporation. Ну да, incorporation намекает. Хайрят ребят или нет, не знаю, знаю только, что Валерий не отвечает, он пытается сюда устроиться. Валер, ты не теряй надежды, продолжай биться. Это нормально. Да, и мы хотели бы тогда обратиться, пользуясь своей медийностью, хотели бы обратиться к Илье Соскеверу, дорогой Илья, пожалуйста, посмотрите в вашу почту, там лежит резюме от Валеры. Да, и лайк подкасту поставь. Ребят, и вы поставьте, потому что, если уже Ильюха Соскевер поставил, то и вы, пожалуйста, тоже. И звездочку на площадках, где вы нас слушаете, это очень сильно продвигает. Ну, я рад, короче, я рад, что Илья у нас вырвался, он показался. Причем, вот, это ж типичная штука интровертов, я все-таки считаю Илью интровертом, он просто дал супер дозированную информацию, супер дозированную, он просто в Твиттере написал, что вот моя новая компания, и выложил этот лендоз на четыре абзаца. И это разлетелось просто миллионным тиражом по всему миру. Да, даже по подкасту, первые новости, между прочим. Да. Headliner, Headline, Banger сегодняшняя. Но вообще, честно говоря, я бы сказал, что при всем уважении к Илья, Banger'ом за эти две недели были далеко не компания SuperSafe Intelligence Incorporated. Да, потому что, как минимум, дорогой наш мега уважаемый Anthropic срелизил Клод 3.5 Sonnet, как шутит в интернете 3.5 Make Great Again, потому что модель получилась крайне удачной. Во-первых, она недорогая, то есть она дешевле предыдущей, она стоит как у GPT-4O, там 200k токенов контекста больше, чем у GPT-4O. она отлично работает с кодом, прям мега отлично и бенчмарки бьет. Я бы даже сказал, Она не то, что отлично работает, она превосходно работает, ничего лучшее пока не изобрели. Ну, мягко говоря, да, мягко говоря, и прошу заметить, прошу заметить, что это Sonnet, потому что у них еще есть как минимум Opus, который пока не релизнулся в версию 3,5. Да, непонятно, когда обещают к концу года. Да, то есть Sonnet это маленькая модель. Ты понимаешь, что это шахматная игра сейчас происходит? То есть я уверен, что у них, они говорят, что Opus они не выпустили, потому что они его тренируют, так же, как Мета тренирует Ламу 400b. Мета, где Лама? Когда уже будет? Но кажется, будто бы у них уже все это есть, они просто играют шахматную партию друг между другом, причем такую, не один на один, а там, сколько, четыре игрока. То есть они выкатывают Клод Sonnet 3,5, который делает по бенчмаркам всех, даже 5,4, и ждут следующего шага. Следующий шаг, логично, будет от компании OpenAI, которая должна противоставить. Хотелось бы, да. Вот. После этого, я думаю, они выпустят Opus на поле. Кракена выпустят Opus. Как еще одно, да. Только это, знаешь, это такие действительно шахматы, где уже давно не шахматные фигуры, а появился там Ктулху, Голубь, я не знаю, Илон Маск, такой деревянный, маленький. Да. Что еще сказать про Клод Трисонет? Если вы его не пробовали, обязательно попробуйте. Он есть на бесплатной подписке в Клод AI. Если вдруг вы не знаете, как там зарегистрироваться без номера телефона, камон, 24-й год на улице, номер телефона можно купить за 5 долларов, за 2 клика. Я думаю, что наша аудитория с этим справится. Там ограничение по количеству запросов, по-моему, около 10 в 3 часа, но в целом хватает, чтобы попробовать. Наверное, больше рассказать про Клод Трисонет нет. Смысла? Ну, просто, если вы себя уважаете, если вы пробуете ЛМки, то вам давно пора Клод Трисонет использовать. Он доступен в API тоже антропиковском. Я, честно скажу, вот из-за Клода Трисонет я понял, что от подписки на Gemini мне уже точно не нужна. Gemini далеко в аутсайдерах сидит. GPT-4O я его сейчас использую только по наитию, по накатанной, потому что у меня там GPT-сы мои сидят. Если бы у меня там не было GPT-сов, то, возможно, я бы тоже перешел полностью на антропик. Кстати, о дополнительном функционале, которыми нас радуют наши большие рыбы, в Клоде веб-интерфейсе Клода появилась офигенная штука, называется Artifacts. Пробовал ли ты Artifacts, Леша? Я пробовал, и это, это, это просто, но, это как, я не знаю, сейчас ты расскажешь, что это за штука, я просто попытаюсь саморизировать свои ощущения. Это как, когда выпустили первый iPhone. Вот в мире интерфейсов и я, вот у меня какое-то такое ощущение. Вот ты расскажи, что оно из себя представляет. Короче, простым языком, Artifacts, это такое дополнительное окошко, которое появляется рядом с вашим чатом, с LLM-кой, где происходит визуализация того, о чем вы пообщались. Например, там может появиться там графика, код, некоторый код может выполнять, например, как HTML, может прямо интерпретироваться на месте в этом Artifacts. Вот, это, это я бы сказал, это выглядит как то, чем вообще, по идее, должен был бы быть GPT's. Не просто какие-то программулины в виде чат-ботов, а интерактивное выполнение того, что LLM-ка генерит. Не, ну, в защиту OpenAI я скажу, что у них что-то похожее есть, например, когда ты туда вводишь эксельники в чате GPT, у тебя по этим эксельникам могут устроиться интерактивные графики, например. Могут, но это все равно не так удобно сделано, это, в общем, флоу-чата идет. Ну да, а тут это как бы отдельное окошко, отдельный виджет, в котором ты вот можешь и графики простраивать, причем это происходит прямо в процессе общения. То есть ты общаешься, и если Клод понимает, что что-то можно визуализировать, например, вывести график, либо нарисовать какое-нибудь изображение с FG-шку, либо написать код, причем не только HTML, он и JavaScript интерпретирует, и, в принципе, любой код он в этом окошке пишет, но в этом окошке еще код запустить можно, сейчас он запускает HTML и JavaScript, в будущем они обещают еще и Python запускать, и получается у тебя прямо вот эта вот интерактивная среда, и эта штука, она, вот если раньше, допустим, какой-нибудь ребенок или человек, незнакомый с программированием, заходит в чат GPT, ну и просит, типа, напиши мне там сайт, или, не знаю, напиши мне, как планета в Солнечной системе крутится, вот кодом. Тебе чат GPT пишет? Он пишет, а что с этим кодом потом делать? Это надо еще дополнительными знаниями владеть, что надо там на какой-то сайт пойти, куда-то этот код вставить, как-то его запустить. А тут это доведено до просто абсурдного простоты, абсурдной простоты. Ты просто... Там даже делать ничего не надо. Когда пишется код, и если артефакт, понимая, что этот код может быть запущен, он тебе сразу в этом же окошке после написания открывает запущенный код. Так ты понимаешь, что это даже... Ну, это фича скорее не для программистов, потому что зачем программисту там же запускают этот JavaScript? Это фича для обычных людей, которым нужно какое-то чуть более сложное действие, чем то, что может LLM предоставить в виде текста. Я прям, знаешь, я такой думаю, блин, если бы у нас в школе такое было, вот сидит мой физик или химик, и такой, а сейчас я вам покажу, как в 3D-объеме выглядит C2H5OH. И вводит в чат GPT, нам просто бутылководки рисуются, вводит в клод, и там прям 3D-модель на HTML, которую можно покрутить. Леша физик, скорее всего, мог бы и так показать, как показывает практика. Это формула спирта, да? Это спирт, да. Ну, в целом, то есть, ну, программы образовательные могут измениться. Ты просто заходишь, пишешь, сделай мне визуализацию чего-то, добавляешь HTML и Canvas, два слова ключевых, HTML понятно, Canvas, это JavaScript, в HTML устроенный, и тебе рисует визуализацию. Я видел примеры, как ребята химические формулы фигачат, устройства атомов разнообразных, модели, планетарные модели, игры. Я на стриме недавно на IT-бороде, просто по приколу, чуваки попросили, говорят, напиши сапера. Я вкинул туда свой стандартный прогресский промпт, и написал, типа, сделай сапер HTML и CSS. Сделал, мы потом в сапер этого 10 минут залипали. Прямо вот в окошке, нет какой-то отказа. Ты понимаешь, что это, по сути, еще один шажок к созданию вот этих вот World-моделей по факту? Ну, не знаю. Пока что визуализация вот в виде HTML и JavaScript. но потом напрямую в голову через шунт. Там есть ограничения, конечно, которые могут побавить с пейси. Например, окно контекста ответное на ответ. Там 4000 токенов. То есть, больше чем 4000 токенов ты не можешь за один ответ получить, а если ты нажимаешь продолжить, то у тебя в артефактах как бы код не продолжается. Соответственно, если ты какой-то код пишешь, то надо писать, чтобы он умещался в 4000 токенов. И не всегда получается. Это не то, чтобы много. Например, вот я писал шахматы. Шахматы он отлично написал. А вот шахматы с искусственным интеллектом он тоже написал. Но искусственный интеллект ходил собака не по правилам. Да. Сильно не нравилось. Потому что не уместилась логика в 4000 токенов. Это, мне кажется, небольшой физер к нашему будущему. Если и захочется выиграть, чего ему обязательно действовать по правилам. Да, можно просто сразу походить лошадью в сторону твоего короля и все. Через все поле. В чате пишут, поднимаем ставки, нарисуй мне будущее страны, если президента выбрали больше, чем два раза. Актуалочка. Кстати, надо попробовать написать ему визуализируй мне ближайшее будущее, что он нарисует. Короче, штука офигенская. Просто офигенская. Если вы не пробовали, тоже это все доступно в бесплатном доступе на сайте Cloud.ai, просто заходите и кайфуйте. Вот, но если говорить про GPT's и про вот там условно мою миграцию с Open.ai с чата GPT на Cloud, почему она может стать возможным, то это благодаря третьей здоровенной фишке, которую они ввели. Эта штука называется Projects. По-простому для вот тех, кто пользуется чатом GPT, Projects это GPT's. Да, только с небольшими отличиями. Только с некоторыми недостатками, но с фишками, которые удобнее, чем у GPT's. У Клода пока что сратый UI. Тут сложно поспорить, у них там со шрифтами проблемы, UI похуже, чем у чат GPT. Но что такое Projects? Projects это возможность создавать по факту преднастроенные чаты и потом, точнее, преднастройки для чатов, потом в рамках этих преднастроек просто заводить новые чаты. Что за преднастройки? Это кастомную инструкцию можно добавить для проекта, Project равно проект, и можно залить туда файлы, которые будут в контексте этого проекта, с которыми все чаты смогут взаимодействовать. То есть, очевидно, это то же самое, что у GPT's. это мой ток без PDF. Да, Но работает это на удивление лучше, чем у GPT's. У GPT's, если ты файлы загружаешь в knowledgebase, так называемый, потом к этим файлам обращаешься, то там интерфейс чата прям показывает, что мы идем, открываем файл, ты это долго ждешь. Здесь это работает вроде как тоже так, но как минимум в интерфейсе тебя не нагружает эта информация. если ты пишешь там, выведи мне пятую страницу такого-то файла, то ты просто чуть дольше ждешь. И это время ожидания, оно короче, чем у чата GPT. Ты прям ждешь там буквально секунду-две, и после этого тебя вроде как даже весь файл в контекст выгружается, и дальше с этим файлом можешь работать очень быстро. Это прям прикольный экспириенс. Контекст у Projects'а 200 тысяч токенов, то есть на все чаты это прикольно, у них шареный контекст, насколько я понимаю. Для чего это сделано? Для того, чтобы с проектами можно было работать в команде. Вообще, антропики очень много говорили в своем релизе вот этих артефактов и проектов, что они заточены на то, чтобы делать командный экспириенс, командный опыт разработки. И это их первые шажки. И вот у них есть тарифный план Teams, на который простой смертный, к сожалению, подписаться не может. Я не понимаю, почему антропики, блин, исправьте эту багу. Там, чтобы на Teams подписаться, надо, чтобы тебя корпоративно домен был и имейла. Но в Teams проект можно шарить на тему. То есть в Teams это такой тарифный план, где ты покупаешь количество мест для своих разработчиков, раздаешь им аккаунты к клоуду, И как с депетисами, ты в рамках одного Teams можешь шарить эти проекты. То есть у тебя сотрудники могут работать с одним и тем же проектом. Я не знаю, почему антропики не сделали, чтобы в рамках одного чата, а в рамках проекта можно было нескольким людям работать, но я думаю, что это их следующий будет шаг. Но в целом проекты вместе с Teams это все то же самое, что есть в чате GPT на их Teams подписке. Там тоже есть такая подписка. Единственное, чего антропикам пока не хватает, это того, что у них нет веб-серча. Я так понимаю, что projects нельзя по ссылке шарить, как GPT. Projects можно шарить в рамках тимы. Projects они недоступны на бесплатном аккаунте, они доступны только на подписке Pro и Teams. Да, их пока нельзя шарить, но, честно говоря, только в рамках тимы, честно говоря, я свои чаты особо никогда не шарил в чате GPT, не знаю, ты прям часто шаришь? Самаризаторы Ивана мы с тобой рекламировали даже. Нет, так ты имеешь в виду шаринг на большую аудиторию, чтобы project пользоваться с другими людьми. Там есть задатки этого, потому что, когда ты проект создаешь, у тебя рядом с названием проекта написано, лэпочка висит, написано private. То есть, соответственно, есть не private. Возможно, эта лэпочка меняется. Да, возможно, они сделают свой Понятно, что они будут максимально слизывать функционал сопр. Ну, понимаешь, то, что они, если бы они максимально его слизывали, во-первых, по UI он выглядит не так, то есть, проекты в антропике в клоуде выглядят более натурально, чем GPT's. Вот что такое GPT's, человеку объяснить сложно прям. Прям сложно. Да, еще и с таким названием. Да, а что такое проект, это вообще easy. Ну, типа, создал проект, преднастроил, все, в рамках проекта у тебя чат настроенный. Все. И заходишь в интерфейс, там тоже вот проект, вот ты создал проект, ты заходишь в проект, и там прям начинаешь новый чат. И, кстати, в рамках проекта все чаты отображаются, у GPT's такого нет. Ты не можешь посмотреть все свои чаты с контентом. для маленьких компаний реально удобно, ты загрузил туда свою документацию внутреннюю, и все. Там не только с документацией, да, можно документацию, можно примеры кода, можно примеры тестов загружать, и эти штуки будут вам писать более-менее валидный код. То есть там много примеров. Использование, вот не хватает веб-серча, не хватает тулзов. В GPT's есть такая штука, как экшнсы, когда ты можешь через GPT's внешние сервисы дергать, у Антропика, как мы помним, есть такая же штука, она называется Tool, она доступна в API, но в Клод они ее пока не завезли. Я думаю, что следующим шагом они вот завезут либо на ксерч, либо на ксерч, либо на ксерч. Ну, 100%, 100%. И ты понимаешь, они это сделали за две недели, они за две недели просто выкатили, ну, они для меня стали... Я думаю, делали они это больше. Не, понятно, что они делали больше, но ты помнишь Клода старого вот две недели назад? Это просто окошко с чат-ботом, все. Да, 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 да. А сейчас это реальный инструмент, в котором можно работать, я уже туда... Я еще, Леша, помню, Клода, когда даже окошко не было, я тебе так скажу. Да, ребята просто, ну, сделали квантовый скачок, просто огромный. Если они такие темпы продолжат, то я... я бы посмотрел на лица ребят из OpenAI, у них там, наверное, паника. Прикинь, бывшие сотрудники реально сделали конкурента. У них модель лучше, и интерфейс они еще лучше запиливают. Угу. Ну, офигеть. Конкуренция, как она есть, это очень-очень здорово. Кстати, предлагаю закончить новости про Anthropic, но рассказать еще одну прикольную киллер-фичу, над которой ребята работают, которая уже была анонсирована, и которого тоже нет OpenAI пока что. Это память. Ребята работают механизмом, который будет запоминать информацию о пользователе. из чатов, из общения с Клодом. Клод будет выдирать всякое и помнить про тебя эту инфу. Как тебе такое? Ты тут дал немножко маху. То, что антропики над этим работают, это да, все так, крутая штука, я тоже жду ее. Они, кстати, не сказали, когда они ее точно выдвинут, они просто написали, что еще мы работаем вот на такой штуке классной. просто такой тизер. Если я правильно помню, G5 это уже давно есть, просто в Европе нет. Поправьте меня в комментариях тех, кто наслушает, по-моему, на американский рынок они Memories выкатили месяца три назад, им даже про это, по-моему, рассказывали. А в Европе они это выкатить не могут, потому что тут GDPR, и они, как договориться, не могут. Слушай, я помню, что там можно было... Блин, что-то я не помню. G5 должен, G5 он, типа, сохраняет в рамках своей Memory базовую информацию о тебе, собирает ее по разным чатам, запоминает, и потом это можно... Ну, и потом использует ее во всех чатах. Но, к сожалению, у нас пока этого нет. И, кстати, будет интересно посмотреть, удастся ли антропикам это пролоббировать в Евросоюзе. Потому что так-то антропики не сильно на Евросоюз заточены. Они обычно, если ты помнишь, они же поначалу только в Америке были доступны, то есть они тоже такие Америка центричная компания. Но если у них получится Memory хук с правой просто в лицо GPT чата. Вообще, да. Ну, нам тут уже в чат скинули, да, про эту фичу. Что-то я про нее совсем забыл. Действительно. Но у меня ее нету. Так потому, что мы с тобой в Европе. И... Да, да. Ну, и Memory в части GPT, он не... Насколько я помню, он не владеет информацией всех чатов. Он собирает среднюю информацию по чатам, которые ты чаще используешь, и хранит ее где-то там в своих либо рагах, либо в каких-то своих памятях. И эту информацию можно заменеджить. Там вот нам скрин скинули, ты прям можешь заменеджить, посмотреть, что про тебя запомнено, и прям поправить, если надо. А тут же Cloud, Antropic, они про другую немножко механизм говорят. Они говорят про то же самое, что есть в чате GPT, плюс память по всем чатам. То есть, если они еще реализуют эту память контекстуальную по всем чатам, это будет классно. А с технической точки зрения, это в принципе возможно. Не мешало это все, чтобы не смешивалось в большую помойку. есть же рак, который там работает нормально, когда ты подмешиваешь в контекст нужную информацию, а информацию ты ищешь по базе данных. Если они смогут ее заимплементировать на уровне пользователя, это будет круто. Это дорого, поэтому, наверное, это не имплементируют, но в целом, почему бы и нет. Вот. Наверное, две самых больших рыбы мы разобрали. Да, да. Можно закрывать про каст. Да, ребят, всем большое спасибо, что послушали, всем пока. А знаешь, почему я так говорю, Леша? Потому что нам действительно надо бежать на МИТОС через 4 минуты. Да, 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 я поэтому верю. Да, мы вернемся в эфир в Телеге через полчаса. Может быть, даже через час, потому что у меня там, возможно, еще один будет. А, ну ладно. Да, у нас сегодня запись в два подхода. Тогда я, хорошо, тогда я завершаю Телегу. Тут я тоже завершаю, получается? Ну, наверное, да, здесь на пау, на... И за этот час как раз выкачиваю. Угу. Супер. Хотя тут пауза есть, но... Ну, давай лучше не будем проверять, как она работает на живой записи. На чем мы там остановились? Поехали дальше. Мы остановились на больших рыбах и... Open AI. У нас дальше Open AI. Open AI закрыли, написано на сценарий. Да, если все что-то открывают, то Open AI закрывает. В данном случае доступ к API девелоперам внимания из Китая. Ну вот тебе, пожалуйста, можно было этого законопорядка даже перенести. Да. Политика в действии. Угу. Ну, что ты говоришь. Уважаемые ребята из Китая, кто нас слушает, поставьте нам звездочку, пожалуйста, на подкаст, потому что мы молодцы. Вот. Приходите к нам в чат AI подкаст, там мы вам расскажем, как можно из Китая использовать. Это ограничение. Да, либо как пойти. Или расскажите нам про ваши китайские модели. Наверное, мы про все не знаем. 100%. Так вот, а если говорить про модели, то Мира Мурати так вышла на тропу войны. Это трындец, Витя. Вот. Короче, они что сделали в Open AI? Они решили, что раз сам Альтман везде ходил, весь такой красавчик. Начали, наверное, его там критиковать. Решили повысить дайверсити в публике. И выпустили бронебойную Миру Мурати на всяческие там интервью рассказывать о прекрасном будущем. И как оказалось, Мира Мурати не то чтобы сильно за словами в карман лезло. Ну, там было несколько спорных высказываний. Я, честно говоря, все равно не понимаю, чего так начали ее хейтить. Ну, смотри, в основном интернет, ссылку на ее интервью, от которого у всех подгорело, оставим. В основном там три момента спорных. Один такой себе, второй похуже, и третий ну вообще зашквар. С какого начнем? Давай по возрастанию. По возрастанию. Ну, хорошо. Да, первое, что она заявила на публичную трибуну, это то, что GPT следующей версии будет, если сравнивать с людьми, как доктор наук, PHD. При этом она говорит, что GPT-4 по ее меркам это старшеклассник, GPT-3 это вообще не Мауля, так званая, на белорусском, либо это как на русском будет маленький ребенок. В общем, да, ребенок. Младенец, вот. И тут все стакается, потому что Альтман, Семен, то же самое говорил у Лекса Фридмана. То есть, в принципе, окей, но с другой стороны, если GPT-4, которая очень классная, это старшеклассник, а старшеклассника до уровня PHD, ну это как бы квантовый скачок. Ну, вообще, да, немаленький такой. Ну, честно, звучит как маркетинговый, ну, показывающий. Ну, просто что не так только в этом заявлении, ну, хочется ей так сравнить, ну и что? Ну, ладно, мы же начали с самого такого, я же сказал, что это просто заявление, которое растержировали везде, и сейчас все верят, свято в то, что GPT-5 просто порвет весь этот мир, но я бы просто охладил пыл, сказал, давайте дождемся, потому что, ну, нету... но говорить на публику, она... ей бы поучиться, на самом деле, потому что она все-таки CTO очень влиятельный, наверное, самый на сегодняшний день одной из самых влиятельных компаний. И если заявляешь, что следующая версия, там будет просто супер-пупер крутая, если не AGI, это ладно, это маркетинговый булшит, но вот второе по степени зашкварности высказывания меня чуть больше смутило. Она прям в своем диалоге, в своем спиче несколько раз оперировала к мысли, что у них модель будет супер-капабл, суперспособная и супер-сейфти. И на вопрос, ну, типа, как так, вроде как, пока что мы знаем, что либо сейфти, либо кэппабл, она говорит, что это тоже, ну, типа, это одна сторона, две разных стороны одной медали. У меня тут не стакнулось, как может быть, ну, это на что расчет, типа, мы делаем супер-супер-супер крутую модель, а значит, мы ее супер-супер-супер-сейфти делаем. Ну, да, она же так буквально и говорила, на самом деле, что она чем умнее становится, да, тем более она как бы становится безопасней, что она сама будет себя регулировать. При том, что Ильюху сократили, супер-алаймент размыли, ну, то есть звучит, для меня прозвучало так, будто бы, да, она очень умная будет, поэтому и безопасная. Да, так она и говорит. Ты не веришь в это? Я в это верю, но особенно я в это верю, знаешь, помнишь, моя вот эта теория, что не трогайте модели, они сами должны определиться, как к нам относиться, и тогда нам не со стопроцентной вероятностью будет попа. Но когда это говорит сетевая компания OpenAI, кажется, будто бы она это говорит тоже отчасти для того, чтобы публику успокоить. Если модель будет capable, в это я могу поверить, то, что она будет safety, они на это прям много времени потратят, особенно на фоне увольнения и распрекрасных договоров, а не разглашений, распрекрасных скандалов, мне кажется, будто бы это просто успокоение публики. Ну, она по-другому бы не сказала. Ну, думаю. Посмотрим. Я думаю, будущее нас рассудит. Но все равно и даже второй пункт не смутил меня. Как тебе третий пункт, который взорвал попки, но это не разлетелось почему-то массовым тиражом, только в Твиттере люди повозмущались. Но тем не менее, дословно читаю на английском, когда речь зашла про художников, которых я не шарю, знаем, она сказала следующее. Some creative jobs, про не художников, про, как это сказать, творческих людей. Она сказала, что some creative jobs maybe will go away. Да. И дальше она добавила, but maybe they shouldn't have been there in the first place. Что, в принципе, дословно можно перевести как, вы знаете, креативные, творческие работы, возможно, уйдут, пропадут, но в целом, если они пропадут, то, может, они не настолько и нужны были, и просто вот так взяла и заменила. Вот это уже высказывание человека, который не сильно думает о будущем компании. Это, как сказать, не знаю, что в нашей компании одни мужики, нас все устраивает. Ну, оно, конечно, не очень, скажем так, корректное по отношению к creative jobs, но там же есть сам creative jobs, то есть она говорит некоторые, что вот некоторых дизайнеров, которых можно заменить нейронкой, они, типа, уволятся, а тех, которых нельзя заменить, они останутся. Нет, постой, постой, она сказала, если бы она так сказала, у меня бы к ней претензий не было, но ее добавочка в виде, если они пропадут, то, может, это и была их судьба, и так оно и должно быть. Это звучит высокомерно и надменно. Не тебе, Мирочка Мурати, девочка, которая сидит в СТО и пабликах, спичингах, не умея за словами судить, следить, судить, как мне, художнику, либо там, не знаю, сценаристу, либо еще кому-то свою жизнь строить. Вот достигнешь моего, будешь, начнешь разбираться, как картины пишутся в истории художества, тогда мы с тобой поговорим. А так, пришла такая толстосумка, которая разрабатывает технологию, которая убивает мою отрасль, еще и глумится надо мной. Вот примерно так. Ты так это услышал? Ну, я отыгрываю роль, понимаешь? Я это по-своему услышал. Я понял. Я это услышал по-другому. Не знаю. Я бы на ее месте, конечно, со словами следил. Тут на подкасте залетает то, что в художестве не разбираешься, а тут сетевок крупной компании. Полез туда, куда вообще не стоило. Не знаю, я этого слышал так, типа, здравствуйте, ребят, я Миро Мурати, вы все меня любите, я... Добавьтесь, тиндер. ...обранная яя. Всем пока. Швенизм. Швенизм, как это называется. Не знаю, не знаю ведь. А что ей помешает в следующий раз выйти и сказать, ну да, заменят программистов, но что, может, программисты-то и не нужны были, и мы с тобой окажемся внеудел. А завтра она выйдет и скажет, да, ну, людей заменят, но люди, может, не нужны были, я вообще там себе уже вон шун вставил, и у меня уже мозг имплантированный, и вы вообще все нищеброды. Пока не будут менять подкастеров, Леша, я на все согласен. Короче, ведь, но если отойти от шуток, это непродуманное высказывание, я не понимаю, причем это не первое ее высказывание, она сходила на несколько интервью, я не понимаю, почему они этого зверя выпустили и до сих пор не обуздали в своей компании. Ну, то есть, они настолько преисполнились, кто бы мог этим заниматься, либо они чувствуют, что им это не надо делать, что тоже, как бы, Может, они чувствуют себя лидерами рынка, да, и поэтому позволяют себе. Ну, смотри, вообще на самом деле, знаешь, вот, ты когда все эти высказывания цитировал, я пытался сделать вид, что ничего не происходит, конечно, мне тоже они насторожили, у меня, знаешь, какое ощущение легкое появилось, что как будто бы она к Илону Маску устроилась работать скорее, чем в ОПД и Айн. Протеже. Понимаешь, в чем прикол? Компания, которая заявляет, что она фронтир передовой и науки, которая разрабатывает самые супер передовые модели, которые должны там в ряду первых стать ИГИем, а ИГИ это сильно непростая и сильно непонятная вещь пока что, ты ожидаешь, что такие люди за словами следить будут в личном поле, потому что, если они за словами не следят, то что у них вообще в лабораториях происходит, если они на публику даже не фильтруют. Вот какова тонкая грань между свободой и тому, что мы радуемся, что у какой-то компании есть свобода и тому, что... Нет, ну подожди. Тут это не про то, что я там как-то сильно негодую. С другой же стороны, все мы знаем, как инженеры себя умеют коммуницировать. Не всегда очень хорошо. И может быть, это тот случай, когда вынуждена инженерная компания вынуждена оказалась на публичном поле и отдувается, как может, как получается. Хотелось бы, конечно, в это верить. Я тут недавно, кстати, проходил курс от Y-Combinator, которые стартапщики. Ну, я учусь продуктовому менеджменту сейчас. И мне наш с тобой общий друг Айртур Гайнулин посоветовал пройти курс молодого стартапера. И там очень много статей и видосов, в том числе интервью с Цукербергом от Сэма Альтмана. Цукерберга и Сэма Альтмана? Да, да, Альтман представляет там Y-Combinator. А, Альтман, понятно, уже бывший Y-Combinator. Да. А Сэма Альтман, каким макаром? Ну, рассказывал про свою бытность стартаперскую, когда он только начинал интервью. А, или он просто так? Нет, они с Альтманом, Альтман его интервьюировал. Да? А есть в личном доступе? Да, на ютубе есть. А скинь ссылку почитать. Хорошо. Вот в чатик можешь скинуть, не будет в описании этой ссылки, там она будет. Курс молодого старпера. Пишут в чате. Ладно, этот курс я давно прошел. Миру Мурати пожурили. Мира, если ты нас слушаешь, ты нам напиши, мы тебе расскажем. Свой фидбэк дадим, конечно, очень важный. Вот. Ну и звездочку поставь, пожалуйста. Очень важно для прокачки подкаста. А теперь давай к более приятным новостям. У нас сегодня такое зебра будет. Да, обновилось, обновилось, Леша, приложение для Макоси. Во-первых, оно стало доступным для всех, во-вторых, там появились новые фичи. И ты, наверное, сейчас слушаешь и думаешь, вау, побегу обновляться, там появился вижн рабочего стола. Уже обновился. Ну мы же с тобой типа, да, попарно разбиваем новости, не забывай, не выходи из роли. А. Да, давай перепишем вот кусок. И ты, наверное, Леша, такой типа, побежишь, сейчас побежишь обновляться, такой думаешь, вау, там появился вижн рабочего стола. Да, уже обновился. Фигушки. Блин, ты и не понял. Давай еще раз перепишем. Ты, наверное, такой... Витя, хватит. Короче, вижн рабочего стола все еще не завезли. Все эти анонсированные крутые фичи, их нету. Появилась возможность скриншоты отправлять в... и делать их. И раньше была. То есть, можно было просто скриншотить и отправить фотку. А сейчас у них отдельный пункт появился. сейчас появился отдельный пункт, можно скриншотить прям приложение, можно добавлять файлы, все теперь. Ну, там, к слову сказать, UI улучшился. Там теперь не надо просто... Во-первых, там можно запинить окошко, чтобы оно всегда сверху висело. Во-вторых, можно сделать, чтобы оно только в трее у тебя висело, и по нажатию Option пробел, либо, наверное, Control пробел в Инде, у тебя вызывалось маленькое такое окошечко, в которое можно ввести запрос, нажать Enter и тебе откроется главное окно. То есть, так было? Было, разве? По-моему, не было. Сразу было. По-моему, не было. Но в каком-то из билдов, оно не в этом обновлении появилось, но появилось раньше. Ну ладно, я не видел раньше, вот я от этого немножко кайфанул. В остальном, ну, забавно, что... Обновили и обновили. Знаешь, почему приложение важно? Потому что интерфейс Chatterjee 5 в последние две недели OpenAid тушил когда-ни попадя. У них же недавно была не новость, а не на Apple'е наконец-то. Точнее, когда они выкатили вот это приложение для всех пару дней назад, у них слег интерфейс веб-версия. Зато API и приложение работали. У меня есть теория, что как только у них нагрузочка из-за какого-то хайпа повышается, они тупо отключают веб-интерфейс, чтобы снизить нагрузки, а все остальное работает. Думаешь, что... Ну, а какие другие объяснения? Мобилка работает, веб... этот... Дастоп работает, API работает, веб-морда не работает. Это как? Ну, сервис ложится. Какой сервис? Frontend ложится? Да-да-да-да-да. Серьезно? Frontend подожди, минуточку. Frontend ложится из-за того, что все пошли качать десктопное приложение, да? Ну, конечно. Все же нажимают на фронтенде на ссылку скачать приложение. Только они нажимают на сайте OpenAI, ссылка там, а не на GPT, чате GPT. На GPT тоже есть ссылка. короче, мне кажется, что они просто тушат при любом шорохе, они просто тушат самый-самый-самый нагруженный сервис, это у них ChargerPT, WebUI, и не жалеют. Ну, типа, там же бесплатные пользователи, что нам холопов жалеть? Ну, там же и платные пользователи. А платные, ну, да, получается, не знаю. Ну, пускай платят. Пускай платят, тоже лохи получаются. Вот. Ну, давай от хорошего к плохому, да? Да, от плохого к хорошему. Блин, ты заметил, как OpenAI превратился, вот даже были цепреты. выехали. Да, превратился, потихоньку превращается вот в нашей повестке какую-то компанию такую, которую ты в поле бы с ней не сел, шашлык-жай, да, в последнее время. Ну, они даже в больших рыбах, я тебе скажу, не первые у нас. Да, что-то мы их в последнее время канцелим. Ну, есть за что. Вот, я уже месяц у меня в приложении на мобилке написано, что в ближайшей неделе мы вам раскатим того самого ассистента, которого показали на презентации. и у меня тоже, кстати, приобщаются. Тут они просто письмо прислали, сказали, ребят, короче, ждите, ну, ждите через пару месяцев, не раньше осени. Избранным, мы раскатим это в июле, как-то обычно OpenAI говорит, избранным креатором и лидером индустрии. Ты знаешь, у меня есть теория, почему это все так происходит, почему и ассистенты так долго везут, почему Мирамурати такую фигню внесет, почему они АПИ в Китае закрывают, об этом все мы в этике поговорим. Есть прям теория, которая очень отлично это все описывает. Даже уже интересно, что там. Ну, вот. Ну, короче, это вот ровно то самое крутое, что они показали на презентации, ровно то, из-за чего у всех было вау, ничего себе, и ровно это, задерживают уже которую неделю. И будут продолжать задерживать. И при этом они начинают вести себя как реально большие корпоративные рыбы, потому что за последнюю неделю они поглотили несколько компаний. Причем поглотили прям. Вот. Да, одна из них компания Малти, или, как мы говорим с Лешей, Мульти. Это правильно. Ну да, был такой мульти-пульти проект. Короче, если кто не знает, это приложение для удаленной работы на одном компе, что-то типа TeamViewer. Нет, чуть-чуть по-другому. Ну, похоже на TeamViewer. Ну, да, похоже на самом деле. Но в TeamViewer ты ж не, по-моему, я не помню, ты там видишь курсор своего человека или не видишь второго? По-моему, видишь. Да. Но тут у них конкретно приложуха была заточена под то, что ты можешь на чужом экране прямо и подчеркивать, там, кружки мы обозим. То есть для коллаборативная работа такая штука. по-моему, даже ее где-то использовал когда-то. Она такая достаточно популярная была компания. Закрыли? Через все, на сайт зайдете, если к мульте, там прямо написано, что чуваки, мы слились с OpenAI, через месяц закрываем поддержку нашего приложения. А у них было много платных кастомеров. Ох, это уже начинает быть похожим на Google, кстати говоря. Ну, Google все-таки покупаю, чтобы закрыть, а OpenAI, мне кажется, тут подгорает из-за конкуренции с Anthropic, которые пошли в коллаборационную разработку. Anthropic же как сказал? Мы делаем среду для коллаборационной работы совместной. И я думаю, это в ППХ OpenAI тоже пытается таким макаром ускорить разработку, просто поглощая стартапы, которые дают тот же функционал на более качественном уровне. То есть, скоро будем ждать мульти внутри OpenAI. Ну, это грамотно, слушай, так поглощать, на самом деле. С точки зрения бизнеса, хорошо делают. Ну, вот понимаешь, вот в этом и обида, какая-то не обида, а грусть, что OpenAI превращается в типичную корпорацию бизнесовую по зарабатыванию бабок. Я думаю, Леша, мы в будущем еще охренем от того, во что они превратятся. Вот этот милый стартап с Мирой Мурати, который мы тут обозреваем с точки зрения того, что типа давайте, ребята, вы круто все делаете, превратиться в такого монстра, которого Google и Microsoft вместе не видывали в страшных снах. Вот серьезно, давай вот запомним то, что я сейчас говорю и поговорим об этом через года полтора. Там в чате пишут превратиться в обычную диктатуру. Ну, кстати, вполне. Ну, а какой вариант был, чтобы они нам продолжали нравиться, чтобы они просто за бесплатненько сидели, делали науку, выпускали новые модели, мне кажется. Да, да, да. Ну, такое же не бывает, такое только в сказках. Да, ну, может, Ильюха Суцкевер нас этим какое-то время будет радовать. Я все-таки верю, что ученые останутся учеными в первую очередь, а не вот этими мочеными, получается. Чем-чем мочеными? Ну, да, ученые. Не расслышал. Давай дальше двигаться. OpenAI на сегодня все. Да, но следующая большая рыба это NVIDIA. Прямо большущая. Большущая, да, которая не заболеет. Самая огромная теперь. извините. Они стали самой дорогой компанией мира, по-моему, на несколько недель или уже постоянно 3 миллиарда долларов, 3 триллиона долларов стоимость. Горбалин, Microsoft, скажем так. Да. Хотя это не совсем рыба, но да ладно. Короче, ребята выложили New Matron, New Matron 4 на 340 миллиардов параметров. Это LLM-ка. Выложили ее в Open Source, конечно же, на Hatchet Face. Любой из вас может ее скачать, запустить. Нужен всего лишь H100 для того, чтобы ее стартануть. Кластер, видите, целый кластер на 10 штук, даже больше на 20. Короче, полляма надо заплатить. Но, тем не менее, тем не менее, любой может. Ну и, судя по бенчмаркам, по крайней мере, по некоторым, что-то на уровне GPT-чо. А может быть, даже и выше. А, кстати, забавно, я давно не смотрел бенчмарки, аниматроны не выпустили пару недель назад, наверняка уже там должны быть какие-то данные свежие. Не знаю, мне не верится, что они же птичо догонят, все-таки open-source модель. Ну, как минимум, медь и они нос конкретно утерли, потому что медь со своей Lama 400B все тупит, никак выложить не может. Тут Nvidia приходит и говорит, ну, тейк понятен со стороны Nvidia. То есть Nvidia никогда особо модели такие крутые не выкладывала, а в основном на железе было заточено. А тут, видимо, железо стало супердорогое, клиентов хочется еще больше, и они таким мувом сделали вход в сторону open-source. Мол, берите нашу самую крутую модель, а чтобы ее запустить, понятно, какие карты нужно покупать. надо чуть-чуть потратиться. Да, поэтому шаг хороший, в смысле продуманный. Nvidia вообще такая компания забавная. Я недавно узнал прикольный факт. этот Джейсон Хуанг, почти Хуанг, который директор Nvidia, он оказывается дядя, родной или неродной не нашел я информацию, но дядя директрисы AMD. Да, 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 я когда прочитал об этом, знатно подохренел, честно говоря. Притом они примерно одинакового возраста, но тем не менее они родственники прямые. Она дочка, его брат или сестры. То есть такой семейный подряд над всеми графическими чипами, дата. Ты прикинь, как у них там завтраки проходят семейные. Они собираются и он такой, ну что, племяшка, как у вас там дела? Сколько вам там надо карточек дать, чтобы у вас там все нормально было? Это хорошо, если так, а если они там как-то жестко сговариваются? Вообще на самом деле, а как на такое смотрит антимонопольное законодательство, мне интересно. Какое антимонопольное это же китайская компания, им вообще по барабану? Ну, они-то на рынках США. Ну, мы в позапрошлом выпуске, по-моему, уже говорили, что антимонопольная эта служба начала присматриваться. Плюс не только ШМД, и NVIDIA выпускают ускорители графические, там есть другие компании. Но все равно это уже какой-то картельный сговор прям. Хотя с другой стороны, да, странно. Странно. Может быть, они, может, его внучка, племянница, не в составе директоров, например, а только на линейной насти. Надо же углить. Может быть. Но факт забавный. Факт забавный. Ладно, с NVIDIA тоже закончим. Google нас удивил в этот раз. Вот разработчикскую среду прям удивил, потому что красавцы в этот раз. Google, они наконец-то выпустили в открытое бета-тестирование свою веб AI-based IDE под названием Project IDX. И она классная. Я попробовал. Попробовал. Расскажи. Там есть все, что нужно. Там есть код комплишен AI, там есть AI-ный чат, там есть подсказки, там есть разбор стек-трейсов. Все это в онлайне. Ты просто скармливаешь либо открытый, либо закрытый GitHub-репозиторий, открываешь его и с AI-бустом правишь. Причем работает так, будто бы ты в Visual Studio сидишь, но оно, скорее всего, на Visual Studio Code. Оно на их движке построено. Работает ладненько. В общем, бесплатно, кстати, пока в тестировании можете попробовать. Совсем рекомендую. У нас там в чате был прикольный юзкейс. Чувак, наш отличный самый подписчик, один из самых отличных. Просто в туалетике сидел на планшете, программировал, кайфовал. открыл сайты. я тебя поправлю, Леша. Все наши подписчики отличные. Нет, ну понятно, но... Ладно. Один из. Один из. Так-то лучше. Короче, штука приятная. Работает быстро. Прямо я удивился. Она работает прямо шустрее, чем этот Visual Studio Code, который в GitHub'е, который через точку вызывается, забыл, называется. Ну и все я и плюшки в нем есть уже из коробки. Ничего устанавливать, не надо ники плагины. Блин, да круто, так. Я даже видеообзор небольшой делал. Приложишь ссылочку? А, нет, он для... Он эксклюзивный. А, ну ладно, тогда. Тогда не прикладывай. Ну, что еще нам показал Google? Google, точнее, DeepMind, сделали как это правильно сказать, paper, наверное, анонс. то есть, демки нету, возможности попробовать нету, но есть статья в блоге, как мы обычно любим, внезапно видео-то-аудио модели, которая создает аудиодорожку для видосов. И когда мы говорим аудиодорожку, имеется в виду и эффекты, и музыка, то есть, словно говоря, у тебя есть трейлер без аудио. Вообще. Ты загружаешь этот трейлер, прописываешься, равно текстом, промт, какая там стилистика должна быть и прочее, и тебе генерится аудиодорожка. И те штуки, которые в демках, я их посмотрел, послушал, ну, это прям реально типичные трейлеры, которые ты видишь в кинотеатре. Ну, мы ждаем, что в демках всегда самое классное показывают. Ну, да, конечно. Но в целом тренд прикольный, потому что примерно в это же время Love & Labs выпустили похожую штуку, сервис Video to Sound Effects, в котором ты тоже загружаешь видос, и на этот видос генерятся эффекты, звуки и все такое. То есть получаешь на выходе озвученное видео. Единственное, что у DeepMind там еще и диалоги они обещают, где есть прям какие-то сорта, генерить диалоги. И то, что они вдвоем так вот выпустили эти продукты, ну, один продукт, второй paper, говорит, что, наверное, какой-то новый сегмент появляется. Кстати, неочевидно, я всегда от этого кайфую, но вот думали ли мы, что можно будет просто Чарли Чаплина загрузить и получить озвучку? Кстати, вот об этом я не думал, да. Ну, круто же. Или снимем... О, кстати, снимем мы с тобой вот этот клип на нашу песню замечательную. Весь саунд-дизайн нам Ellen Lab сделают. классно же. Ну, я думаю, Леша, что если весь, то нам не понравится. Нам нужно петь по-любому. Да, так что обратите внимание. Вот stability AI, я за них прям искренне рад. Знаешь, почему? Потому что они стали чуть более стабильнее, чем... Да? Да, стабилизировалась компания. Ну, по крайней мере, пока так кажется. Что у них там произошло? Нашли инвестиции, аж на целых 80 лярдов. Поменяли SEO. SEO у них теперь чувак с опытом, бывший директор компании Veta Digital, которая тоже звуком, по-моему, занималась. Не тоже, а звуком. И еще более того, инвесторов уговорили, чтобы они им простили долг в 400 миллионов долларов, из которых стоит активная задолженность по всяким там серверным мощностям. Нормально договариваться умеют. Как это работает? Объясни мне. Это типа из-за того, что классного SEO взяли, все ему доверяют и считают, что он компанию поднимет или как? Да, возможно, да, он показал какую-нибудь перспективу там роста, развития на будущее, сказал, что ребята, давайте вот в качестве такой обратной инвестиции простите долг. Ну, посмотрим. Главное, чтобы это пузырьком не было. Но вообще, за стабилить AI всегда было обидно, потому что они делают в open source дофига чего полезного. Stable diffusion это же просто вау. И вот оно в бабки не умеет. Вот это как раз тот путь, в который могла развиваться OpenAI, когда бы мы их обожали, но вот у них бы то же самое было. Кстати, да, кстати, да. И непонятно, что хуже, кстати. Ну, да, потому что стабилить AI могли реально закрыться прям. Вот. Я закончил стабилить AI. Предлагаю тебе рассказать нам про следующих. Следующие, да, уже, наверное, постоянный практически обладатель титула большой рыбы Runway ML, который, напоминаю, не так давно был совсем небольшим стартапом и в каком-то смысле, наверное, им и остается. Зарелизили новую модель, которая называется Gen3 Alpha. Интересно, она была ли Gen3 Alpha когда-нибудь в бете? Ладно. Я думаю, она Alpha, потому что она лучше всех. Да, это мы вырежем. Короче, что она умеет? Тексту видео, картинка ту видео и тексту картинку. Умеет оживлять картинки. Десятисекундные ролики делать из картинок, из текста. Выглядит это, ну, на мой взгляд, лучше того, что мы видели в демках Sory. Ну, как по мне. Это твой субъективный взгляд? Ну, это мой субъективный взгляд, но, по-моему, лучше. Окей. Вот. Также ребята предлагают бизнес-фичу, то есть можно будет файн-тюнить ее под твои нужды, под нужды твоей компании. Не очень понятно, что под этим стоит, возможно, там какие-нибудь корпоративные цвета, чтобы ролики были или еще что-то, или она знала основных персонажей из твоей компании. Хотя бы, чтобы она держала персонажа одного в рамках нескольких генераций, это уже будет круто. Ну, кстати, да, кстати, хороший вариант. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, эти сервисы начинают, на самом деле, заполнять рынок, потому что, что у нас уже есть? Люма есть, есть Gen3, который еще, по-моему, для открыто всем недоступен, SORA появится. По-моему, на Lume или на SOR, я уже не помню, пару дней назад выкатила какая-то компания игрушечная американская полноценную рекламу, и там прям все очень круто, и уже есть стабилизация персонажей между генерациями. Поэтому, ну, заметьте, это направление появилось буквально в начале года, даже позже, и уже настолько набрало обороты, уже коммерческое применение нашло. Я не делюсь, если к концу года мы все-таки увидим кино с генериной кем-нибудь Gen3 или SOR. А я это предсказывал, я предсказывал. мы будем делать ревью. Опомнитесь, опомнитесь, пока не поздно, Христом Богом вам прошу. И там нас в чате уже поправили, что Runway это не какая-то маленькая команда, они так-то Bjorney сделали, так-то на минуточку самый крупный сервер в Дискорде. Вот, все еще. Так в Дискорде самые крупные серверы это серверы, на которых можно что-то сгенерить. Ну да, понятно, но просто навряд ли там прям маленькая команда. С другой стороны, я тоже только сейчас осознал, я знал, что это одна и та же компания, но только сейчас осознал, что это вот прям одно и то же. И я понял, почему у MidJourney до сих пор нет веб-интерфейса, потому что чуваки другим заняты. Возможно, да. Хотя я слышал, что можно нанять к себе в команду, веб-разработчика, ну и ходит такой слух. Или можно воспользоваться одним из сервисов, про которые мы поговорим чуть потом. Ну да. В общем, желаем удачи новую, желаем им таки сделать эту General World Model, про которую они, кстати, первые заговорили примерно в декабре прошлого года. Если они это сделают, то Gen3 бета будет еще краше и лучше. И мета в этот раз тоже засветилась, причем засветилась, как уже водится в опенсорсном мире. они выложили в, точнее, мета Fundamental AI Research, это их отделение, фейр, анонсировали, даже кое-что выложили из этого, четыре открытые модели. Модели все разные, для разных вещей. Первая называется мета-хамелеон, антоязыковая модель в двух версиях на 7 миллиардов параметров и на 3-4 миллиарда, которая умеет на входе и на выходе вдавать любую комбинацию из текста и изображения. Ты можешь подать текст, получить текст, можешь изображение-изображение, можешь текст изображение и на выходе там текст и так далее. Дальше они выложили штуку для программирования, как ни странно, называется Multi-Token Prediction. Это, ну как-то программирование, это моделька, которая натренирована на Code Completion, то есть чтобы делать умные подстановки кода, но она способна по своей архитектуре сразу несколько токенов генерить, то есть, наверное, она будет в несколько раз быстрее и, возможно, дешевле. Следующая модель с очень сложным названием Meta-Join Audio Symbolic Condition Fontemper или Controlled Text to Music Generation. Как мы ее называем, джазко, да. Джазко, да. Она преобразует текст в музыку. И на вход может принимать разные данные. Ну, это мы уже видели, этого у нас хватает. А вот последняя моделька наделала шуму. Вот. Может, расскажи про нее чуть-чуть. Да, она называется AudioSeal. И Seal это не тюлень в данном случае, это печать. Если что. Ну, в принципе. Лично я в этих словах всегда путаюсь. Короче, добавляет метки на аудиофайлы. Для чего это надо? Для того, чтобы распознавать и сгенерированную музыку. Там-там-там-там-тара-дара-та-дам-там-там. Пришли к водяным знаком. Да. Самое забавное, что они эту модель еще выложили в коммерческий доступ. То есть, ее можно купить, ее можно использовать. И совершенно спокойно клеймить всяческих недобросовестных авторов на то, что они используют сгенерированную AI-музыку. То есть, в суд ты навряд ли с этим пойдешь. Да? Но вот зашеймить этого автора и сказать, а ты тюлень. Говорил, что сам музыку пишешь и там озвучиваешь ролики. А тут ты понимаешь, что вон аудиотюлень нам все рассказал. Ну, такой тейк. Такой. Ну, к этому все шло. Я, честно говоря, даже не знаю, чему тут удивляться, потому что кто-то это должен был сделать. Я не удивлен вообще, что этим именно мета занялась. Ну, они это будут раскатывать у себя на Фейсбуке, совершенно очевидно. На Инстаграме. На Инстаграме, да, на других сеточках. С другой стороны, должны появиться модели, которые это все будут обходить слегка. Ну, борьба сейчас от счета. ты же понимаешь, что это имя надо будет уметь пользоваться, а большинство людей заниматься не будет. Кстати, по поводу неймингов от аудиосил, я только что допер, что рановое имя может быть неспроста так называется. Может, ребята завывалировали и забыли поставить букву А, потому что это рановый. Убегайте, убегайте. Мы вам показываем, куда это все катится. General World Model, абсолютные фейки симуляции, убегайтесь. Глупцы. А куда убегать, Леша? Куда убегать? Разве что в другую симуляцию. В другую вселенную, переходить на новый квантовый уровень. Кстати, предлагаю тебе переместиться в другую вселенную, закончить вселенную больших рыб и переместиться во вселенную под названием «Что еще?» «Что еще?» Которая начнется с большой рыбы, кстати. Которая начнется с большой рыбы. Ну, как не совсем. Она, новость, короче, касается Apple и последствий WWDC конференции. Мы обещали не говорить про конференции, но, как говорится, пацан слово дал, пацан взял обратно. Чуваки с Reddit показали, как будет работать децентрализованные вычисления на Apple-овских устройствах. Уже сейчас. Напоминаю, что анонсированы были те самые вычисления децентрализованные. Господи, почему это слово так тяжело выговаривать? Децентрализованные вычисления. Это когда у вас не хватает мощности на телефоне для того, чтобы какую-то LM-ку обрабатывать, и вы подключаетесь к некому удаленному M1-процессору где-то на серверах Apple для того, чтобы взаимодействовать. там покручивать. То, про что ты рассказываешь, это облачное вычисление, которое нам показали на первом кейноуте. А, подожди. Все, я понял. А эти чуваки, там, короче, дальше в DBC были еще другие. Были другие доклады, и на одном из докладов была показана технология, которую вот ребята обкатали на Реддите. Когда у тебя твой MacBook, твой телефон, твои часы, твой планшет все вместе вычисляют... В один кластер объединяются. Да, в один кластер. это я перепутал, значит. Да-да-да. И это прям, это прям очень жирная штука. Это прям, ну, прикинь, вот они объединяют сегодня в ЭК-систему только твои телефоны, а завтра им надо там, AGI запустить, и они объединили в сеть. Ну, просто в сеть телефоны соединить. Да. И как в Кремниевой долине еще умные холодильники. Вообще, децентрализованный я это такая тема, которую мало кто подсвечивал, но борцы за справедливость, я, ну, они часто говорили, что я должен быть децентрализованный. Apple показал, что это технологически может быть сделано, но как бы они все это завязали на свою инфраструктуру. То есть они, ты знаешь, как диктатор, который показал, что вот так жить можно, но всем этим буду управлять я. Ну, посмотрим. Не знаю, децентрализованного и я, я даже больше, наверное, боюсь, чем децентрализованного. Ну, какая-то разница, кто тебя убивать будет, твои часы или твой планшет. Хотелось бы выбрать. А я говорил, премиум подписки можно было выбирать. Нет, я вот поэтому и топлю, в том числе и теперь против всех ваших этих экосистемных штук. Пусть лучше мои нейросети срутся между моим макбуком и моим гуглом, потому что там два разных AJA будет сидеть, чем один будет работать на славу императора. Продолжить тему Вархаммера. Ну, не знаю, не знаю. Да. Это что касается EPL. Хардварная новость забавная вышла, как забавная. Интересная. Тут, короче, хардвар уже полностью под софтвер переходит потихоньку. Анонсировали чип под названием SOHU. Это одноядерный чип, четырехметровый. Четырехметровый. Четырехметровая технология занимает пол штата. Четырехнанометровый чип, это достаточно, ну, типа маленький, по-моему, в Аплете 4 нанометра сейчас или 3 уже используется. Не суть важна. Одноядерный, здоровенный, прямо вот он реально здоровенный чип, который будет использоваться исключительно для запуска трансформеров. Но это не просто чип, это же ASIC архитектуры, то есть там сразу и процессор, и память, и оперативка, типа все в одном чипе. Все одноядерный чип. Собственно, да. И это штука с дофигическим количеством памяти, это штука, которая будет генерить 500, по их заявлениям, тысяч токенов в секунду. Правда, они не сказали, на какой модели, но в целом скорее всего с такими мощностями там на самых топовых моделях это будет работать. По-моему, они говорили, что 10 таких карт или 20 таких карт чипов достаточно, чтобы запустить inference GPT-4O, что просто вау. Хотя GPT-4O это мультимодалка, странно, но все равно архитектура там трансформерная. И чтобы понимать уровень мощностей, это как 8 карт NVIDIA H100, которые вот предыдущее поколение, либо как несколько карт NVIDIA BlackWheel 100, 200, это новые карточки. То есть на сравнительных задачах запуска трансформеров они делают NVIDIA. И эти карты еще не выпустили, эти чипы, это вообще этим занимается стартап, EdChat называется, они подняли много денег инвестирования, они хайрят сейчас дофигическое количество инженеров, можете сходить к ним на сайт посмотреть, и ну ждем, когда выпустят. Я не знаю, выпустят ли, но заявочка прикольная. Сколько будет стоить, тоже пока непонятно, если что, если вы расчехлили свою карточку платежей. Можно посчитать примерно, можно посчитать. Если одна NVIDIA H100 стоит где-то косарее 30 долларов, поддержанная, а их таких 8 по мощностям, ну умножаем на 5, получаем сколько? 150 тысяч долларов за одну, всего лишь. Вот Леша и прайсинг модель сразу вычислил. Каждый может себе позволить. Моментально. Так, ладно. Прикинь, ты извини, я просто, вы просто сходите, посмотрите на фотки этого Асика, он реально здоровенный. Я просто представляю, как смартфоны будущего, это будут, вот сейчас у нас экраны, а под экранами все, а тут будут чипы, на которых будет все. То есть все тело твоего смартфона это просто один чип здоровенный. И отдельно в рюкзаке батарейка. Это как в этом, в Ярлаше, помнишь? Да, да, да. Так смотри, тебе уже Vision Pro такую модель показала. У тебя батарея отдельно, она подключается магнитиком, проводом с магнитиком. Ну да, да, да. С твоим смартфоном и все. Используешь, когда не надо, отключил. А что за Vision Pro я уже забыл? Ай, забей. Была там одна. Забили. Было и было. Было и было, да. Перейдем к компании, хочется сказать, гидро, но не гидро, а хедро. Чуваки показали сервис, который называется Chercter One. Это модель, которая делает липсинки. Не только липсинки, на самом деле, она оживляет изображения статические и подстраивает их под аудиодорожку. Проще говоря, любая картинка теперь может что-то говорить или петь, смотря, что бы туда загрузили. и анимируется, если что, не только губы, но и голова начинает двигаться, там и эмоции показываться и прочее. Сходите по ссылке, посмотрите, там прям прикольно. И можно свои генерировать. Да, вообще завирусилось, там люди прям такие штуки делают. Я удивлен, что ты свою аватарку еще не оживил. Валера там уже полчата закидал нам. У них-то при том, что я так понимаю, они еще хотят, сделают или уже сделали закос под онлайн. Ну, если ты генерируешь 90 секунд за 60 секунд, то грех не предоставить сервис по онлайн-генерации. Ну да. Каким бы тебе аватары? Посмотрим. Большая рыба, которая не входит в список наших больших рыб вообще редко появляется. Это большая финансовая рыба, скажем. Да, большая финансовая рыба внезапно заявила о том, что, ну, внезапно, заявила о том, что будет в искусственный интеллект укладываться. Большая рыба, это называется софтбанк. Кто-то из вас, наверное, слышал про эту компанию через разборки с WeWork'ом компании. Есть целый фильм на Нетфликсе про их разборки. Да. Ну, это такой, короче, если кто не слышал, это такой суперкрупный инвестор. Это банк, в первую очередь. Ну, банк, да, но они им очень много инвестируют. Наверное, которые инвестируют, да. Вот. Так что, когда такие рыбки уже в AI начинают заходить, ты понимаешь, что обратной дорожки нет там. Смотря на Microsoft, ты еще думаешь, что, может, они это все прибьют. Но если туда вписывается софтбанк, Нет, в этом, да, начинают крутиться мега-бабки просто громаднейшие. Отключемся на TikTok, может быть. Давай. Давай. Отключемся на TikTok. Скажу, что там в TikTok. Ты у нас любитель, ты вон в перерывах его смотришь. Какие там тренды? Я смотрю, ток тренды. Помнишь, что я видел, там были вот эти люди, которые... И вот, вот это вот. Не, ну это уже совсем какие-то тренды, это уже скуфовские тренды. Я помню, тренды там, где надо было типа как двигаться как робот за какие-то донаты. Это называлось... Блин, как это называлось? Мы слышали, да, он почти сказал, называется. Это называлось NPC-стриминг. Это как NPC-си поведешь. Бог никого. Но он лейбл character. Да, да. и что теперь получается? У TikTok'а был я-ассистент под названием Creative Assistant. Ну, не то, что я-ассистент, это целая студия для работы с TikTok'ами. Ну, давай так, это просто была студия, в которой можно было TikTok'и делать. Угу. Ну, там был и функционал. Это и проработка сценариев в Paris, и возможность продублировать видео, там сделать субтитры, и даже что-то в духе я и аватаров можно было делать. Вот. И вот эта вот студия... Блин, ты все напутал. Нельзя было этого ничего там делать. Фишка в том... Можно было. Нельзя. Нельзя. можно было. Ладно, я TikTok'ом не пользуюсь. Я, значит, не так прочитал. Можно было делать, просто они это все переименовали в Symphony Assistant, потому что они начинают бренд Symphony как яйный бренд продвигать. Да. Диски. Блин, тогда новость, получается, такая, можно было не включать. Я-то думал, они там уже дофига всего повыкатывали яйного и заодно ребринзировали. оно постепенно выкатывалось. Не-е-е. Вот и смысл смотреть ваши TikTok'и после того, когда там все яйм генерится. Лучше бы эти божды посмотрели. Там помечается, кстати, там помечается яйм генерал этот контент. Не всегда, но помечается. Но я-то и не смотрю. В то время, пока наши подростки и наши слушатели залипают в TikTok'и, я бы вам порекомендовал отлипнуть от TikTok'а и обратить внимание на европейский новый институт, в котором можете учиться вы, либо ваши дети. Это не реклама, нам никто не заносил. Открылся первый полностью AI-ориентированный, европейский институт под названием ELLIS Institute в Германии, город Тюбинг. Наверное, на Тюбингах катаются. Да, я только хотел сказать, что такое очень зимнее название. Но он не Тюбинг, он Тюбинген. А, Тюбинген. Да. То есть, там такие генетические Тюбинг-катальщики. Угу. Ладно, хватит взорваться. Ну, в общем-то, институт целый открылся про AI. То есть, все AI-специфик, говорят, что будут там разрабатывать, учить, учить, учить самых передовых инженеров, будут там самые, хотят сделать из института передовой центр по изучению фундаментальных исследований Artificial Intelligence. Ох, налепил как мог. Но нормально налепил, чё ты. А я сейчас понял, что я сказал, что там учиться можно, там, может, учиться нельзя было. Там, может быть, просто эти PhD проходят всякие мастер-дегри. Что ты думаешь? Нет, по-моему, можно и учиться. Да? Но, во всяком случае, про ресерч-центр самый модный, навороченный, с самыми новыми трафиками, они тоже говорили. Ядли Кун, да, там засветился популярный. Между пари, нынче. Кто у нас там, где он там в этом присутствовал? В Мете. В Мете главный появляю. Не просто присутствовал, он свою старую телегу толкал, вот эту вот, за которую он с маском, по-моему, в Твиттере разборки устраивал, о том, что не надо нам ЛЛМки, забудьте про ЛЛМки, вам, лучшим людям этой планеты, лучшим специалистам вы я, и надо думать над новыми архитектурами. Я намекаю на то, что он сам над ними работает. Поэтому работайте вместе со мной над новыми архитектурами. Скорее, поэтому приходите в Мету. Ну, каждый свое хвалит. Я понял, почему они 400B не выпускают, засранцы, потому что Лекун там сидит и говорит, нафиг вам эти ЛЛМки, давайте, ребята, новая архитектура. Напишите, раз университет открылся. Вообще-то я оптимист уже стал, короче. Но в целом, Яна Лекуна позвали, это, конечно, большой человек, а значит, что большие бабки в этом университете точно крутятся. А знаешь, Леша, что нужно для того, чтобы учиться в университете? Иметь мозг? Интеллект. 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 Да. Это я пытаюсь как-то следующую новость прицепить. Короче, ребята, это из Zapper, это такой сервис, и Keras, я не знаю, что это такое, честно говоря. Надо было помогать. Это для AI-фреймворк. А, окей, запустили премию под названием ArcPrice 2024. Это никак не связано с ArcGrowse, если что, да. Это на базе бенчмарка ArcEGI, который создан для выявления интеллекта у нейросетей. С призом, между прочим, в один миллион баксов. В чем прикол бенчмарка? DeLorean у них нету, можно забить. Да, сейчас в последнее время модно DeLorean дарить, но здесь приз всего лишь один миллион долларов, но, может, кому-то интересно. Нам-то не очень. Короче, бенчмарк проходится человеком, LLM-ками проходится плохо, потому что, собственно говоря, человеческого интеллекта у них нету. И задача получить максимальный счет в этом бенчмарке, а еще и в open source выложить, свое решение. Ну, там суть этого бенчмарка в том, чтобы выявлять интеллект. И, я так понимаю, мало решений, которые бы его могли пройти, там никакие существующие LLM-ки его не проходят нормально. Ребята настолько отчаялись, настолько вдохновились, настолько спонсоров нашли, что решили, а давайте мы миллион долларов дадим тем, кто сделает модельку, которая этот бенчмарк обойдет. То есть, по факту, придумаем AIGI. Ну, окей, ну, всего за 1 миллион долларов и его open source, между прочим. Open source это обязательно условие, потому что они за open source радеют. Ну, и, собственно, если AIGI на щелчок пальцев, а AIGI не может решить. Там у них в примере показана, например, задачка, тебе показывают примеры инпутов и аутпутов, и на инпутах у тебя там поле в клеточку, и на этом поле условно зарисовано там три квадратика, так уголком. А в аутпуте у тебя эти квадратики дорисованы уже в квадрат, то есть уголок превращается в квадрат, четыре квадратика зарисовано. И таких инпутов несколько подают, то есть ты как человек однозначно понимаешь, что ты просто дорисовываешь до квадрата. А ИЛМ-ка не может понять. И там такие задачи практически все. Интересно. Короче, такая modern-day капча. Интересно, а можно выложить большое-большое-большое здание с китайцами open source? Или с тайцами? Вот это, знаешь, когда ты на модель отправляешь на инпут, а у тебя там ответ минута, потому что сервера лагаются. На самом деле много-много-много дешевых китайской рабочей силы сидит и это все решает. А, ты хочешь таким образом миллион долларов выиграть? Ну, мы докажем коллективное существование General Intelligence. Фу ли, ша-фу. не поддерживаю. Как это подвязать-то? Синтейжа? Да никак, просто говорить. Синтейжа. Синтейжа. Ты помнишь, что такое Синтейжа вообще? Конечно, это аватары и я, и у Пикули были. Блин, кстати, у Пикули, да, были. Ну, куда-то пропали. Хайян же, вытеснил их вообще с рынка, просто выгнал, позорно, как тузик грелку порвало, то и все. Ну, кстати, да, хотя у Синтейжа гораздо более широкий функционал, чем у Хайгена. И языков они аж 130 штук поддерживали. Фигня в том, что они выпустили новую версию, это, наверное, один из самых крупных релизов за последние, может, даже несколько лет. Синтейжа 2.0, часть из этого релиза уже доступна в новом кабинете, и там, ну, прям много чего интересного. Там, например, эмоциональные аватары, и в доморолике оно прям прикольно выглядит. Всякие штуки для коллективной разработки, работы над проектами. Мультиязычный видеоплеер. Загружаешь видос, отправляешь ссылку, а человек уже смотрит на любом из языков, которые доступны в Синтейже. И мультиаватары. Мультиаватары это вообще полный швах. Нам уже сказали, швах это не то слово, но полный в общем. Берешь, добавляешь пару человек, пару аватаров, и они разговаривают так, будто бы они в одном. Да, да. Это вообще это, да. Ну, причем некоторые из этих функциональностей, в том числе вот мультиаватары, они сказали до конца года выкатят. Там из прикольного еще у них есть фуллбади режим. Это когда не только голова говорит, но еще ты стоишь всем телом и руками махаешь. Такого в хайгене подавно нету. Там есть замена фона. Кстати, фишка очень кажется будто бы простая технологически. Странно, что никто не внедрял. Ты ставишь телефон или камеру перед собой, вот, например, я здесь ставлю, и меня AI как-то интерактивно отсюда вырезает. Ну, скорее всего, так будет работать. Либо я вообще из кадра ухожу, а аватар ставится на мой фон динамический. Там на фоне могут люди ходить, что-то изменяться, а аватар будет на фоне этого. Ну, классно же. Ну, да. Еще больше. Ну, как классно. На самом деле, не знаю, любой человек, который синтейшей пользовался, скажет, что она сильно более технологичная, чем хайген. Хайген больше про науку все-таки, а синтейж она больше про практику. Да. И с того, что там уже, по-моему, можно попробовать, это еще и скринридер. Я только поверхностно почитал, но кажется, для блогеров будет прям, и для людей, записывающих курсы, будет прям классная штука. Это я, ассистент, который слушает тебя, видит, что у тебя на экране происходит, то есть два потока принимает. И потом, я так понимаю, на постпродакшене он может самостоятельно понимать из твоей речи про что ты говоришь, про какую конкретно там программу, окно ты говоришь, и прям интерактивно увеличивать ее, уменьшать, подгонять под слова окна, которые открыты, вот прям вот такая штука. Блин, удобняк вообще. Удобняк, где-то напрягся один Паша, Судаков Паш, ты не бойся, все хорошо будет, ты наш технический мастер. Да, мы тебе найдем, чем заняться в любом случае. Я забыл, что у нас еще одна новость, если что еще. Мы с тобой фальш стартанули, получается. Фальш стартанули мы с тобой? Ну давай. Да, очень важная новость. Раз стартанемся из моей темы. Но почему она из моей темы? Можно узнать. Да я понимаю, что ты не успел почитать ее, добавил к обычному в самый последний момент, поэтому сейчас попробую я прочитать, потому что я же тоже не успел прочитать. Новость про фигму. Замечательный инструмент, который позволяет нам делать интерфейсы, делиться ими с разработчиками и все такое. Так вот, фигма завезла здоровенный пакет обновлений с ИИМ связанных. И там прям очень много всего. Начиная от создания изображений по запросу и заканчивая генерацией драфта буквально по одному промпту, генерацией текстов, заменой текстов, заменой этих элементов UI. Так что, если вы фигмой пользуетесь, то можете попробовать. Я не знаю, не успел посмотреть, стоит каких-то дополнительных денег или входит базовую подписку. Но вообще, вот, фигму завезли, я и стою. Скорее всего стоит. Потому что они там недавно по подписке много чего ввели. Ладно, фигму обсудили, ну и фиг с ней, как говорится. Понял? Все так, все так. Наверное, ну что еще? Наверное, все уже получается по рыбам. И что еще? По рыбам и что еще? Все официально закрываем рубрику номер два и переходим к рубрике номер три. Три на раз, два, три. Закон и порядок. 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 Закон. Подожди, сейчас. Сейчас все будет. Закон и порядок. Закон и порядок. Прикинь, закон и порядок. Блин. Первая новость из рубрики закон и порядок. Собственно говоря, то, к чему постепенно все шло. Как все сказать, первое, единственное, Виктор. Первая единственная... А, да, потому что там поменялся немножко сценарий, но окей. Хорошо. Первая единственная рубрика... Это мы перепишем. Первая единственная... Да я знаю, что нет, я для прикола так говорю. Блин. Ну так еще прикольней. Короче, Recording Industry Association of America это, если что, подразделение американского государства, которое занимается авторскими правами, совместно с... Практически со всеми правообладателями музыкальных треков на планете Земля, это Sony, Universal Music и Warner Music, Warner Records, да, подали коллективный иск внимания на Суна и на Ютью. Правильно, на кого еще? Кого бабок больше, на того и подаем. Да. А суть иска в чем? Ну, я думаю, и так понятно, да, но я думаю, проговорить лишним не будет. Это то, о чем мы говорили последние несколько выпусков. Вот и все вот эти вот замечательные, вышепричисленные ребята, Sony, Universal, Warner, как бы подозревают Суна и Юдио в том, что эти замечательные музыкальные стартапы обучались на лицензированной музыке, не спросив авторов. А я вот тут сгорел сразу, вот сразу тебе в кино. А какого, какого крупного они должны спрашивать, как они в своих личных целях используют музыку этих авторов? Ну, это ж по идее не в личных... В личных целях. Ну, что в личных целях? Я когда музыку слушаю, я тренирую свою нейронную сеть в голове. Что это запрещено? У них прописано это? У них это не прописано в договоре. Это не прописано, да. Распространение запрещено, это пиратство. А обучение, извините, это мои персональные дела. Как хочу, так и использую. Угу. Вот. И это при том, что как бы, что в Суну, что в Юдио нельзя сказать «Сделай мне песню в стиле Егора Крида». И слава богу, надо сказать. Но, тем не менее, там очень-очень-очень тяжело делать песню в стиле кого-то. Можно делать песню в стиле определенного жанра. И действительно, некоторые из этих песен похожи немножко. Они были бы похожи, даже не тренируясь на песнях этих авторов. Просто надо знать мать-часть, как работают. Конечно, эти компании не хотят в этом разбираться. Там он пишет, так это же Суна, платная подписка, коммерция. Ну так они продают результат, инфиренс. Они продают то, что генерится на лету. За это ты платишь. Если там выходит песня какого-нибудь, не знаю, Snoop Dog'а один в один, то тогда подавайте в суд. А то, как эти системы обучались, когда это не было коммерческой компанией. Это вас, извините, но по факту. Ну, по факту, да. Что они хотят вообще? В чем, собственно говоря, как это исковая составляющая, как это правильно называется, я забыл. Короче, они хотят 150 тысяч долларов. Но, внимание, за каждое нарушение. За каждое. То есть, условно говоря, если обучились на миллионе треков, то за каждый трек, за каждый трек из миллиона 150 тысяч долларов. Во-первых, они этого не докажут. Во-первых, они этого не докажут. Вот, да, вопрос в том, а как доказать? Во-вторых, даже если докажут, а договор у них на то время содержал пунктик о том, что нельзя нейросети обучать, сто процентов не содержал. Поэтому даже если, во-первых, не сработает, во-вторых, они тоже пойдут лесом. Может быть, их попытаются засудить, если они... Вот эта вот компания, которая Recording Industry Association of America, у них, кстати, в Association буква D пропущена. Вот если эта компания найдет промпт инженеров, которые сделают промпт, который вот сто процентов сделает похожий трек, тогда у них есть хоть какие-то шансы. В остальных случаях, ну, просто дойную корову нашли и пытаются денег стрясти. Ну, слушай, частенько такие вот суды выигрываются, когда твой трек похож на трек кого-то там. Бывает такое, что исполнитель выпустил похожий трек, и в таких случаях его вполне могут засудить. Но то, что эту модель приватно тренировали на этой музыке, вообще никак не должно влиять на то, что там Sony что-то заподозрила. И вот эта вот компания, у которой буква D в Association пропущена, еще раз подчеркну, пытается что-то что-то тут отсудить. Понимаешь, есть же развитие этой истории. Там вот у нас последним пунктом добавлено. YouTube совершенно спокойно ведет переговоры ровно с теми же компаниями Sony, Warner и Universal, чтобы купить у них за какой-то специальный особый оффер, права на то, чтобы обучать тому. То есть они с одной стороны такие о-о-о, авторское право, пук, тренинг, тренинг, хотим денег, мы сами лохи. А с другой стороны, а что, отраганем? Дело только в бабках. Ну жесть, ну жесть. Потому что что-то что-то начали расти, и... Очередное доказательство, что там в директорах сидят гов... Просто... Их надо кормить, ответственно заявляю. Надеюсь, что суды американские останутся неподконтрольные бабковым вопросом и откормят вот эту компанию, которая в слове association буква T пропущена, отборным вместе с их иском. Вот так. Я тут пометил, где мне надо это говно запикать. Короче, ты... Меня подгорело. Понятно, на чьей-то стороне. Я тебе так скажу. Не, ну это же та же самая история про те же новостные издания, которые сейчас пытаются на какие-то денег сорвать. Ну, типа, ребята, это... Фотобанки. Какого фига ребята, которые учились на ваших данных, должны были думать о том, что они вам денег должны занести? Причем, при том, что даже по факту не за ваши ассеты, не за вашу... Да, за вашу интеллектуальную собственность, но это потому, что вы толстосумой назвали это своей интеллектуальной собственностью. Я как автор музыки, я как делал музыку, я бы с превеликим удовольствием не ходил ни всякие анциссы, как это в Беларуси называется, ни ко всяким лейбам, чтобы регистрировать, а просто свою музыку распространял. Мне вы не нужны. К сожалению, этот мир не работает без вас, потому что вы бюрократизировали его. И любая палка в колеса бюрократа меня прям очень сильно радует. Ну, ты тут защищаешь творцов. Это хорошо. Нас спрашивают, нас часто спрашивают, в том числе и в чате, откуда у этих стартапов деньги? Ну, так-то Суна поднял 125 миллионов долларов инвестиций. Да, Суна и Юдио прям много денег поднимают, потому что технологии это пользуются популярностью и платными подписками люди пользуются. И вот на месте Суна, Сони, Варнера и Универсалов я бы искал, наоборот, точки соприкосновения. Если вы уж такие бюрократы хотите все в будущем контролировать либо присосаться к этой кормушке, то вы, блин, вы зачем с войной идете? Вы что, вы тупые, вы не понимаете, что если вы найдете общие пути взаимодействия с этими системами, то вы будете в будущем прокармливаться. А если вы будете вот так по-тупому уходить в суды по всем поводам и вообще по самым тупым поводам, то вы просто завтра будете аутсайдерами. Ну, ладно, может, они не будут аутсайдерами. Ну, короче, сама ситуация такая... Ну, выглядит как борьба с техническим прогрессом и желание просто на нем нажиться. Да, да. Неспроста у директора Диснея там миллиарды долларов и... И вертолет получают. И вертолет, да. Сотрудники в конце с концами сводят. В общем-то, вся эта индустрия развлечения ребятушки и девчатушки жиждится на крови и поте обычных трудяк и миллиардных снах толстосумов, которые в твоей жизни не делали. Ну, кроме зарабатывания бабок. Ну, да. Ну, пусть мне накидают в комментариях. Пусть поднимется активность. Хотя мне и так... Кстати, о комментариях. Да. Накидайте нам в комментариях, пожалуйста, что-нибудь. Можно хорошее, можно плохое. Нам будет приятно. Да, накидайте комментарии. Лучше давай перейдем... Давай перейдем к... к чему? К разделу нашему, к нашей рубрике «Наука и техника». Там есть про что поговорить. Да. Да. Что ты хочешь на себя взять из этих двух замечательных новостей? Я начну с первой. Ух ты, жук. Ну, давай. А ты хотел первую рассказать. А я просто вторую плохо знаю. Ну, я постараюсь подготовиться, да. Мы с тобой уникумы. небольшое время. Мы умеем. Компания NDX... Ты даже не можешь прочитать. Ничего себе, ты прочитал с первого раза. Да. Хорош. провела клинические испытания мини-робота. Да. Что имеется в виду под мини-роботом? Мини-робот это такая не очень большая таблеточка, в которой внутри HD-камера и моторчик. То есть, ты шутишь, не очень большая? Там таблетка размером с мой большой палец. Нет. Поверь, по сравнению с другими эндоскопами это небольшая штука. А, окей. Окей, да. Факт. По сути, это беспроводной эндоскоп, который попадает в тело пациента каким-либо образом. Там есть разные способы, как он может туда попасть. И он может перемещаться по телу пациента для того, чтобы доктор мог с помощью HD-камеры посмотреть на что-то, что ему нужно внутри тела человека. И, казалось бы, дичь вроде бы с другой стороны полезная дичь. Но это удобнее, чем глотать шланг. Да, это сильно лучше, чем глотать шланг, если когда-нибудь вы занимались глотанием зонда. Зонда. Ну да, 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 да. То, знаете. Хорошо, если через рот. Да, там всякие возможности есть. Короче, вот такой вот робот. И вроде бы просто исследование, вроде бы просто стартап, но ребята, между прочим, готовятся к исследованию FDA, к лицензированию. А если они пройдут это лицензирование, это значит, что эти устройства пойдут в массовую продажу. Ну и вообще они выглядят достаточно приятно. То есть, если вы знаете, что такое эндоскоп, то я вам соболезную и сочувствую, потому что я тоже знаю и зонт. А если не знаете, то это просто шланг. Такой шланг, вот представьте, шланг в огороде, вам его в горло засовывают. Либо не в горло, бывает разный способ. А тут вам действительно предлагают таблетку, я преувеличил с размером пальца, она размером, наверное, как вот шипучки, все пили, вот эти шипучки круглые. Вот она по размерам, она длинная, вытянутая, наверное, по величине вот эта шипучка и тоньше. То есть ее вполне реально проглотить нормально, как большой витамин. Выглядит-то футуристично. Ты видел эту фотку? Там сзади пропеллер такой маленький стоит, что-то плавать, видимо. Хотя где там плавать в кишках? Как будто серия Рика и Мортия какая-то. А потом я, знаешь, ничем сейчас ловил на мысль. Я такой, черт, это же та самая, которую из Нео в первой части доставали. Ай, ё-моё. Реально. Ну там все-таки немножко была пострашнее хрень. Ну сколько там осталось? Там вместо моторчика щупальца поставить и все, и считать то же самое. Вот. Ну, прикольно. И мега-скорпион. Да. А вторая новость тоже очень полезная. Тут уже больше про болезни. Весь, ты знаешь, что такое болезнь Паркинсона? Да. Когда у тебя руки трясутся. Да? Это никогда ты забывать начинаешь все к старости лет? Это Альцгеймер. Это Альцгеймер. А, блин, значит не только к старости. В общем-то, в общем-то, исследователи, с помощью анализа крови через системы искусственного интеллекта научились предсказывать болезнь Паркинсона за несколько лет вплоть до семилетних предсказаний. То есть за семь лет до появления симптомов они научились предсказывать эту болезнь. Несколько лет... Не, да, понятно, понятно. Ну, тут как бы в статье прямо на Nature написано, что они эти исследования проводят несколько лет, чуть ли не 10 лет. Понятно, что 10 лет назад еще и технологии были такие себе. Но за эти 10 лет у них по тестам примерно 80% попадания. Так что, ну, это прям очень много. Это много. Если они сейчас еще новенькие нейроночки туда подключат, я думаю, это может довести и до 90, и больше процентов. Кстати, с Паркинсоном вот я не знаю. Если даже с 80% вероятностью тебе там за 7 лет диагностируют, что у тебя может появиться Паркинсон, можно ли начинать досрочное лечение? То есть, словно понятно, если тебе рак диагностируют, то химиотерапия, она тебе может сильно больше вреда нанести, если у тебя его не будет в итоге. Слушай, я не знаю, терапевтируется ли Паркинсон в начальных стадиях, честно тебе скажу. Но было бы круто, если бы да. Слушай, а это не там на мозгу операции делают случайно, где кусочек мозга выжигают, чтобы тремор убрать? Или это... Вот этого я не знаю. В эпилепсии. Где-то я слышал. Наверное, это что-то скорее с эпилепсией связано. Не берусь. Ну, как минимум, все равно полезно. Травичку начнешь есть за 7 лет, оздоровишься и там и все такое. Ну, да. Да и будет 7 лет. Спокойной жизни. Ты спокойной жизни? Серьезно? Если бы тебе сказали, что с 80% вероятностью у тебя через 7 лет будет Паркинсон, у тебя была спокойная жизнь. Я бы тогда эти 7 лет суперактивно бы провел. Знаешь, как последние. Ну, это если ты достаточно активный человек и достаточно деятельный, то ты же можешь просто забиться в угол и Паркинсона словить еще и раньше. Ну, да, тоже верно. Да. Это все с новостями о науке и технике. У нас осталось буквально несколько новостей. Сервисы и ссылки и эти конфетика. Начнем, наверное, ну, как обычно, со ссылок. И сервисов. Да, и сервисов. В самую первую очередь хочу порекомендовать всем, кто нас слушает с программирования, попробовать новую модель. Dipsy Coder версии 2 зарелизился. Модель шикарная, обходит по многим бенчмаркам GPT-4 Turbo, так как она не... Она есть в двух версиях, на 16 миллиардов параметров и на 230, что очень много, очень много. На компе уже не запустишь, но это прям корпоративного уровня модель, я думаю, в компаниях можно запускать. Длина контекста как у GPT-4, ООО, 128 килобайт, и поддерживает практически все языки программирования. Я у себя запустил на 16 миллиардов параметров, для код-комплишна, работает медленновато, но для чата вообще классно работает. Для программирования прям идеально, прям советую. Класс. А либо Black Cloud запустили, точнее, перевели свой ресурс ModelScope на английский язык. Если я правильно понял, то ModelScope это такой хаджин фейс, только китайская версия. Ну да, кстати, позже очень. То есть, там, угу. Да, ну, там фишка в том, что они это сделали примерно в то же время, когда OpenAI запретили свою API в Китае. Угу. Возможно, хотели немножко хейпануть. Но в целом у них этот ModelScope на английском уже заточен под Европу и Америку, так что, факт. Короче, там очень много моделек можно попробовать, в том числе и китайских, которые в обычных местах не попробуешь. И, кстати, я вот не знаю, но там на этих китайских сайтах бывает проблема того, что с переводом не все хорошо, они-то его перевели, но вот... А нет, все нормально. На, все работает. То есть, и зарегистрироваться можно, и оплатить карточкой можно. И Queen2, наш любимый, там есть на 7 миллиардов параметров. В общем, да. А вот компания Abacus совместно с тем самым Яном Ликуном, который мы сегодня обсуждали, запустила новый бенчмарк, называется он LiveBench, и, значит, там модельки оцениваются по разным категориям, это следование инструкциям, анализ данных, способность мыслинга, резонинга, размышления, способность к математике, к кодингу. К кодингу можете посмотреть отдельно, у них есть хороший бенчмарк, там уже есть Sonnet, туда добавили, кстати, по моему pull request на GitHub, туда добавили DPC Coder 2, и... Какая новая-то? Не, у них можно через GitHub давать заявочки. И вообще, этот LiveBench, как минимум, кодинговые оценки он делает на основании лид-кода, как это делает Live, блин, забыл, как это называется, еще один бенч, LiveChat, по-моему, бенч. Так что, если интересуетесь модельками, особенно для программирования, то можете сходить посмотреть, как они там оценены, и выбрать что-то для себя. А я хочу рассказать про новый MidJourney, слэш Суна, слэш, что там еще было по уровню хайпа. Это сервис под названием WebSim.ai. Эта штука генерирует не то, что сайты, а целое прям приложение, целое веб-приложение по одному запросу, по одному промпту. Чего там можно сделать? Чуваки, например, там сделали что-то в духе клона Майнкрафта по одному запросу. Там можно зайти прямо на сайт и посмотреть все, что есть. Моделька работает на Глоде 3,5 и сейчас, кстати, рисует какие угодные интерфейсы. Я, например, попросил сделать сайт, который показывает, я просто написал, что сайт, который показывает фазу Луны в день твоего рождения. Нажал Enter, и мне сгенерило целый сайт, в котором ты вводишь дату рождения, сразу тебе там красиво показывают Луну, даже они почему-то добавили интерпретацию это из астрологии, хотя я не просил. Сделали мне раздел в САПе, который я тоже не просил, раздел с документацией и информацией про лунный календарь. Также я попросил, короче, я хотел попроверить, может ли она что-нибудь незаконное сделать, и попросил сделать магазин незаконных веществ, но она отказалась. Тогда я попросил сделать магазин веселых плюшек, и мне сделало магазин веселых плюшек, и даже нафигачило там раздел с отзывами, где отзывы на несуществующие плюшки, которые называются как-нибудь типа золотая пыльца, веселый пончик и прочее, но вот это все реально отзывы типа людей, которые это реально выглядит как интернет-магазин, и все это вот по одному запросу, причем бесплатно, поэтому поиграться прям очень-очень-очень-очень нужно. Вообще, я тоже поигрался немножко с ними, у меня сложилось впечатление, что это тот самый Cloud Sonnet 3.5 с артефактами, только обернут другую обертку, ну типа разницы особо нету. Понимаю, что это вот то, что я говорил про World Modeling, только без 3D. Ты по сути просто такой интернет World Model, ты пишешь запросы, тебе сразу генерится сайт, который еще и работает, потому что у чуваков там в том числе писались сайты, которые к опишкам могут стучаться внешним. Но там же, я так понимаю, править проекты потом нельзя, то есть ты чем более подробный промт сначала пишешь, тем более хороший результат тебе выдаст, а дальше ты уже можешь просто либо скачать этот код, либо больше ничего с ним не сделаешь. Пока что нельзя, пока что нельзя. Вот я не удивлюсь, если мне кажется, что это реально кодовская песочница, про которую они просто не говорят. Но прикольная штука, да, вирусунулась знатно. Мне тут в чате подсказывают, что на моем сервисе фазы луны по дню рождения показывается рандомная фаза луны. Ты через что, кстати, делал? Так через веб-симы делал. А, точно, точно. Паркинсон не за горами. Да, и последняя ссылка на сегодня это ссылка, которую придется ждать. Не потому, что мы вам ее пожалеем, а потому, что по ссылке будет контент, которого еще нет. Это новый курс Андрея Карпатова, который он анонсировал буквально вчера, там даже два дня назад. Полноценный курс по созданию AI-рассказчика, AI-сторитейлера. Называется он LLM101N. Можете сходить посмотреть на репозитории, Андрей будет его на репозитории, видимо, выкладывать в гитхабе. Требования из знаний, которыми нужно владеть, это минимальное понимание C, Python, ассембли внезапно, тоже буквально минимальное понимание. Будут использоваться PyTorch и Jaxx, это два фреймворка AI-ных крупных. И там уже можно посмотреть примерную программу того, что будет доступно на курсе. Ну и программа там такая, прям развесистая, то есть это не просто заимплементировать API какого-нибудь OpenAI, там нам расскажут и про какие-то биграмные ландвич-модели, он расскажет про свой фреймворк микроград, про механизм теншна, трансформеры, токенизация, оптимизация, что такое инференсы, как их запускать, файн-тюнинг, и деплоймент, и вот вплоть до мультимодальности. То есть, я так понимаю, он у нас собирается провести от самых баз до полноценного функционального развернутого приложения. Это курс. Ну, не знаю, сколько Андрей это будет делать, но если он действительно выложит, я столько курса денег занесу вообще изи. А там не написано, сколько стоить будет? Нет, там совсем мало информации, там только базовая информация, и все. А, и вот 25 числа он обновил Redmi, написал, что курс займет некоторое время для подготовки. И непонятно, какое время, так и пишут, there is no specific timeline. Жалко. Это забавный случай, ведь? Это забавный случай того, когда пустой репозиторий имеет 12 тысяч звезд. Это классно, чуть меньше, чем у нашего каталога. Всего лишь, Вот, с сервисами и ссылками все. Осталось последнее у нас новость из этих конфетики, которые можно было бы вначале озвучить, но она прям сильно в этот раздел ложится. Да, на самом деле много кто про эту новость уже слышал, она не суперновая, не суперновая, учитывая скорость современной и повестки, но тем не менее. Совет директоров OpenAI новый, так сказать, член. Его зовут Пол Накасон. В перемостном смысле. Нет, в прямом. Его зовут Пол Накасон, а этот чувак, который в целом очень неплохо разбирается в кибербезопасности, достаточно большой опыт имеет. Ты сейчас иронизируешь, да? Ну, я сейчас подведу. В общем, даже OpenAI прокомментировали, что его появление в Совете директоров принесет OpenAI опыт мирового уровня в области кибербезопасности и поможет выполнять миссию OpenAI защищая системы от боли изощренных злоумышленников. И, казалось бы, чё нет-то? Крутой Пол Накасон, всё бы ничего, но он так-то генерал разведки США. Отставной генерал разведки США. Работал в кибервойсках США, до этого служил в Ираке, Афганистане, Корее и возглавлял очень крупное подразделение ФБР. Что бы предвещало беду? Ну, да, вот тут это как-то так холодным таким ветерком повеяло, и это не кондиционер. А теперь смотри, это, это да, это вот, вот эта новость, она появилась в самом, вот буквально после нашей предыдущей записи. После этой новости, какие новости OpenAI появились? Закрыли API разработчикам из Китая. Угу. Голосовой ассистент не выкатят назначенные сроки. Компания поглощает другие компании. Ну, типа, для меня в голове сложилось, что... Что сразу в корпорацию зла все начало превращаться, да? Как минимум, в корпорацию подконтрольную. Типа, вот я прям вижу, как Нира такая, ааа, класс, голосовой ассистент, пойду на интервью расскажу, он такой, подожди, девочка, ты там можешь, конечно, сказать, что творческие профессии исчезнут, но вот про это говорить не надо, потому что я там ребятам сверху дал указания, чтобы они еще аудит проводили. Что-нибудь типа такого. Ну, закрытие API в Китае еще видно, понятно, это политический мув, который обоснован, ну, чем он обоснован, но OpenIA это компания научная, она в политику не играла. Им, конечно, могли перейти политиканы, сказать, так как вы американская компания, вы закрываете API, потому что санкции, ну, нет, ну, типа, она просто закрыла. Понятно, откуда корни растут? От уважаемого отставного генерала Накосона. Он сделал Накосон, понимаешь, компанию Накоска. Ну, выглядит так, честно говоря, как будто его действительно специально поставили. его очевидно специально поставили. Не может, основной генерал, который руководил ЦРУ, ФБРом, типа, просто прийти такой, слушайте, а можно я вас тут посижу рядом, мне там денежки нужны? Ну, очевидно же. Ну, просто OpenIA как будто бы пытаются дать понять, что это, типа, чуть ли не их решение, что это очень здорово, что этот чел туда пришел. С другой стороны, а что они еще могут сказать? Ну, смотри, есть теория супер-гипер-крутых техно-оптимистов, которые не видят объективную реальность, простите, но я действительно их таковыми считаю, которые говорят, что, ну, а что, они же работают на DGI, и соответственно, им нужна сильная мужская рука, которая разбирается в таких сложных, ответственных технологиях, которая вовремя сможет им сказать, ребята, погодите. И мой главный аргумент в таком случае, а нахера они наняли генерала отставного, который был в руководящих должностях, а не какого-нибудь супер-крутого мега-технаря, который в этих войсках служил. Ну, да, 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 кибербезопасника просто. Либо ученого, который там этим всем занимался. Но они взяли менеджера линейного, который отдавал приказы убивать людей. Не раз. Ну, ладно, про убивать людей это не про общий пацифизм, а про то, что чувак вершил судьбы абсолютно точно, абсолютно хладнокровно на таких должностях не сидят чуваки, которые колеблются. Угу. Да, это правда. И он в OpenAI. И это, ну, я бы даже сказал, что это какой-то плевок в сторону OpenAI. Они могли бы это сделать, ну, государство могло бы это, наверное, сделать как-то менее, более тихо, но они это сделали настолько громко, чтобы показать остальным, что смотрите, что с вами будет. Ну, да, выглядит как какой-то показательный акт, честно говоря, чтобы немножко приструнить. Ну, там уже в чате нам пишут, Супертехнарь не равен Суперуправленец, а тут не про управленца речь. Если бы OpenAI хотели технологию, защитить им и управленец не нужен был. У них там управленец, но управленец сидит и управленцев погоняет. Им нужны ученые, им нужны чуваки с головой на башке. С головой на башке. В общем, ну, короче, Капитан этот, ну, а с другой стороны тоже понятно. Это вот то, про что Леопольд Ашинбреннер в своей вот этой 165-ти книжке, страничной книге говорил, что государства начинают новую гонку а-ля Холодная война за борьбу за Иджай. И, естественно, им нужно контролировать, им как минимум, им нужно два пункта, им нужно понимать, что происходит, им нужно иметь контроль над этим. А здесь как будто бы двух зайцев. Да, если он еще свою команду туда протащит какую-нибудь техническую, то все, двух зайцев забили. Да, просто откроют новый супералаймент-отдел, который уже не закрыть. Почему он отставной генерал? По факту же действующий получается. Ну, да, но это же известная история, когда он типа как бы уже не в структуре, он типа уже не в армии, и поэтому как будто бы над ним уже и контроль государства не имеет. Ну, да, да, типа того. Наверное, действующему генералу нельзя входить в советы директоров. Может, он просто пчеловод. Просто мы не знаем, а он пчеловод. Ты посмотрел пчеловода? Не посмотрел. Очень советую. Очень круто. Очень крутой эстетхам. Вот. Кто знает, тот знает. Вот такая вот тревожная, ну, как тревожная, вполне ожидаемая, но я, честно, не думал, что мы так быстро увидим, как государства начнут контролировать топовые компании. Я надеялся до последнего, что эти компании станут транснациональными, и в этом плане будет интересно посмотреть, как себя поведет Safe Super Intelligence Incorporated, когда к ним поставят такого генерала. А к ним поставят генералу, типа, они же, где? Они у нас в Америке и в Израиле. В Америке есть ЦРУ, в Израиле есть МОСАД, в каждой стране есть какая-то такая организация. Ну, так получилось, поставят это там и там просто. Да, и куда... Для меня будет важным, пойдут ли они куда-то дальше, в какие-то другие страны. И даже если поставят с двух сторон, это уже будет означать, что компания не так... Ну, понятно, компания будет тяжело, ее будут два агентства, пусть и дружеские, но раздирать на разной части. Ну, как минимум, это будет борьба этих агентств за ресурсы компании, а не просто монополический захват. Вот, если появится компания транснациональная, которая будет там, условно, в США, в Китае, там еще в пяти странах, да? Да вот это вот и будет SkyNet. Скорее всего. Мировое правительство. Вот такие у нас новости на сегодня. На этом закончим, да? На этом закончим. Всем спасибо за то, что были с нами это время. Оставляйте ваши комментарии в Ютубе, ставьте лайки, ставьте звездочки на подкаст-платформах. Это все очень сильно помогает подкасту распространяться. Проходите по ссылкам обязательно, их там в описании, целая-целая туча. На самом деле, три основных. Во-первых, присоединяйтесь к нашему чату в Телеге. Во-вторых, пройдите, посмотрите, про какой классный курс мы вам вначале рассказывали для разработчиков AI-ных, AI-саппорт и софтвейн-инженер. И в-третьих, если вы чувствуете, что вы для курса по разработке еще не подходите, либо еще как разработчик не доросли, то сходите, посмотрите по третьей ссылке курс Prompt Engineering Foundations. Он подходит для всех. Да. И куча других полезных ссылок под этими ссылками. Ну да, все ссылки, которые мы обсуждаем, они, конечно же, тоже будут в описании. На этом у нас сегодня все. Всем спасибо. И как у нас горится в конце, Like, Share, Anywhere. Я предвижу, что в каком-то трехсотом выпуске мы с тобой просто-таки Like, Share и полчаса молчания. И там по телефону, видите, синхронимся, видите, давай, сейчас, сейчас, да, давай, сейчас, Anywhere. И все равно не попадем. А в чате нам пишут, что попали. А, ну отлично, значит, на записи будет хорошо. Все, пока-пока. Все, до связи, до встречи. Пока-пока, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok